Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 августа 2016 года, четверг. По одному, в очередной раз подтверждаю, по одному из старинных восьмого дня месяца завершения 7524 лет и пятница. Роль женщины в современном обществе такова тема сегодняшнего нашего эфира и главная соведущая Велеслава Захарова. Здравия тебе, Велеслава! Здравы будьте други! Здрав путь, Алексей! Очень приятно присутствовать на эфире, причем на прямом эфире. Я очень люблю прямые эфиры, но это просто как концерт. Это волнительно, ничего не вырежешь. И это, наверное, все-таки живое общение, непосредственно живое общение с моими поклонниками, с моими другами. Я очень рада, что ты пригласил меня именно с такой темой, потому что больше, конечно, я выступаю сама в роли ведущей, ведя свои программы. А сегодня я на интервью попала. Это очень замечательно. Мне больше нравится слово не интервью, а беседа все-таки, поскольку мы беседуем, мы пытаемся раскрыть тему, мы пытаемся найти ответы на те вопросы, которые, можно так сказать, злободневны в чем-то, может быть, актуальны и так далее. Поэтому мне как-то интервью, ну, интервью, интервью пришел, спросил, ушел. А тут все-таки беседа. И причем беседа не обы с кем, все-таки Вереслава – это известная славянская певица, сейчас я прям цитирую то, что у нас написано в нашем анонсе, и общественный деятель, ведущий собственных авторских программ «Древо жизни» и «Две грани». Вот прям так прочитал и так взомнил себя, что общаюсь с богиней. Ну, хорошо. Да, прям как-то так гордостью обуян, не каждый день общаюсь. Вот с певицей все ясно, поешь хорошо, мало того, тут еще, наверное, надо было преподаватель пения, да, как бы вот, потому что все-таки учишь и других петь. Ведущий собственных программ тоже ясно, а вот общественный деятель, причем как-то вот здесь написано не и деятельница, а и деятель, поскольку, ну, вот в мужском роде, да. Вот тут можешь пояснить? Да, конечно, могу, потому что это новая совершенно ниша, которую я занимаю. Даже знаешь как, занимаю нишу не я, а уже занимает нишу, наверное, бренд Велеслава. Ну, вот опять-таки не русское слово, ну, вот другого пока не могу заменить как-то, потому что очень многие знают действительно меня как певицу, действительно многие знают меня как преподавателя. еще, кроме того, что я преподаю, я сейчас работаю над большим, огромным таким, скажем, контекстом женских практик, потому что стали и в медитациях тоже практики приходить мне, и образы, что не хватает, да, что не додают другие, скажем так, люди, которые ведут такие тренинги и всякие вебинары. И здесь мне захотелось, ты знаешь, все-таки, почему общественный деятель, да, поясняю, потому что мне захотелось сплотить наш русский народ не просто на какие-то ура, там, да, митинги, какой-то такой псевдопатриотизм, а мне хотелось бы соединить наш русский народ именно на здравомыслии. Поясняю, что такое здравомыслие. Мне хотелось бы обучать, наверное, молодых совсем, людей, которые только приходят к родной культуре, всему тому, что за эти практически 20 лет, которые я занимаюсь родной культурой, сама узнала, понимаешь меня, да? Поэтому это, конечно, не только программы, не только обучение, не только пение. Это сейчас уже посещение различных организаций, сотрудничество с этими организациями. В будущем, я думаю, что нужно будет делать какие-то совместные и обучающие тренинги, и вокальные обучающие, и, наверное, по культуре. Хочется соединить именно деятелей и историков, и тех, кто знает традиционную исконную культуру, и тех, кто занимается музыкой. Мне бы хотело объединить этих людей в такое некое сообщество, где каждый мог поделиться теми знаниями, которые уже в этой жизни он получил. По родной культуре, опять-таки, оговорюсь, не просто так. Моя задача – восстановить корни и на основе, вот на этой корневой основе создать здравомыслящее славянское русское общество. Я ответила на вопрос? Да, да, да. Я так себе представляю. Вот стану когда-нибудь директором какого-нибудь славяного, там, нашего русского института, который будет преподавать, заниматься преподаванием приду к боярине Велеславе, бухнуть с нож и скажу «Бояриня, становись начальником отдела, давай преподавай, набирай штат». Не откажешься? Ой, ты меня поставил в затруднительный момент. Ты знаешь, я не рвусь к власти. Моя задача все-таки объединить людей. Здесь мне не нужно власти. Мне нужно, чтобы люди находили друг друга, люди соединялись, люди получали как можно больше информации и образовывались. Вот моя главная задача. А буду я там, не знаю, как ты меня там называл или нет, вообще без разницы. Если для этого надо кем-то стать, наверное, надо стать. А если я и так обойдусь своими силами, объединяя людей, которые дальше уже вперед пойдут и понесут эту культуру, то и нечего мне там делать. Вот честно. Понятно, понятно. Когда встану, тогда и поговорим. Хорошо. Тогда и будем решать. Ладно, разобрались. Значит, общественная деятельность у нас правильная. На мой взгляд, очень правильно. Нашим радиослушателям напоминаю, что вопросы в эфир мы принимаем из чата Народного славянского радио. Для того, чтобы в чат попасть, вы в любом поисковике набираете Народное славянское радио, вот абсолютно в любом, попадаете на сайт славомир.орг и после этого ищите слово «чат». Нашли, нажимаете. Надо там придумать себе логин, пароль раз и на всю жизнь. После этого указать e-mail, куда будут приходить какие-то ответные данные. И, в общем-то, все. Вы становитесь полноценным членом общества. Можете писать, общаться, вопросы в эфир задавать. И мы продолжаем с тобой разбирать тему. Итак, роль женщины в современном обществе. Вот тема, мне кажется, кто бы ее только уже не трогал. Все вот ее трогают, говорят, какие-то женщины стали не такие. Ну, там про мужиков мы сейчас не говорим, не обижайтесь, ребята, на нас, да? Ну, про женщины. Какие-то не такие стали. Они все время куда-то там рвутся к власти. Вот ты не рвешься, они рвутся. Вот они про семью забыли. Детей рожать не хотят. Там супы и борщи варить тоже не хотят. Хозяйство там вообще в загоне. Только о карьере думают. Только о такой нарисованной красоте и все. Вот давай этого коснемся. Давай. Давай коснемся, потому что, мне кажется, наших бедных женщин, вернее, даже не бедных, а богинюшек, которые действительно богинюшки, таких женщин, как славянки, и особенно русские женщины, надо поискать, не найдете днем с огнем. Почему? Объясняю. Ну, вот я могу говорить только на своем примере. Я мама двух деток. Я обожаю готовить борщи своему мужу. Я стираю сама. У меня нету ни нянь, ни гувернеров, или гувернаток. У меня нету уборщиц приходящих. Все своими ручками. Но при этом я не забываю, что нужно заниматься и общественной деятельностью, нужно заниматься и культурой, и искусством, и нужно следить за собой. И я знаю массу примеров таких женщин, которые на самом деле ведут правильный образ жизни, успевают на работе все сделать, и детишки у них чистенькие, и мужья у них сытые. Я думаю, что вот эти вот упреки в адрес женщин, что они куда-то сейчас лезут, что-то им все время надо, нет, будет босая, беременная, да на кухне, да вечно. Да скучно станется такой женщина и мужчине, ну, там, через год, через два. Ему захочется все-таки иметь рядом не просто женщину, не просто жену или не просто мать, а, не побоюсь этого слова, соратника. Соратника во всем. Мы сейчас живем все-таки в современном обществе, и как ни крути, очень многие люди уехали из деревень в города. Кто-то, конечно же, не от хорошей жизни, потому что надо прокормить свою семью, устраиваются здесь, может, даже не по профессии, и работают, отправляют денежки домой, чтобы их родственники, чтобы их дети, жены жили хорошо и чувствовали себя хорошо. И нас потихонечку, медленно и планомерно начинает кусать, если не пожирать, то кусать, этот вот глобализм. Но славянский менталитет, русский менталитет, он устроен так, что где бы мы ни находились, мы всегда помним о своей родине, мы всегда скучаем по тем краям, где мы росли, мы всегда помним свой род. И меня сейчас и поймут те люди, которые занимаются, интересуются древнеславянской культурой, и которые не интересуются, не занимаются, потому что это близко всему, потому что это сидит в генах русского человека, любовь к отчизне, к той отчизне, где ты родился. Что же касается женщин, вернемся к ним, что за роль они выполняют? Вы знаете, самое интересное, что роль они выполняют такую же, какую выполняли многие-многие десятилетия, тысячелетия, столетия назад. Женщина по-прежнему, русская женщина, по-прежнему мать. Русская женщина по-прежнему, отзывчива своим родственникам. Русская женщина по-прежнему жена. У нее стало что-то получаться, там вести какой-то свой бизнес, да, у нее стало получаться быть общественными деятелями, может даже как-то идти на повышение во власти. Я думаю, что настоящие мужчины, они в этом плане своих женщин поддерживают. Мы не разрушительницы по своей сути, мы созидаем. И я не вижу ничего плохого, если когда-то женщина станет президентом или царицей на Руси. И это, поверьте, поведет саму Русь к процветанию. Вот. А то, что касается, когда говорят, как ты сказал, накрашенный, намазанный, да? Накрашенная красота такая, да. Накрашенная красота. Ну, всегда же, ну, Алексей, ну, всегда же существовали женщины и недалекие, скажем так, которые гонятся за этой красотой. А все идет, наверное, все-таки из-за воспитания в семье. Когда мы мало уделяем времени нашим деткам, в каком плане мало. Вот смотрите, каждый день ты приходишь с работы, ребенок тоже рядом с тобой, вроде ты все время рядом с ним. Но получается так, что мы живем в одном доме или там в одной квартире со своими детьми и перестаем их слышать, перестаем их понимать, перестаем с ними разговаривать. Разговаривать не на уровне поешь, сделай уроки, постирай там, помой или что-то еще, а на уровне, как ты и чем живешь. Вот мне кажется, что все-таки нашим, ну, вот и будущим мамочкам, и мамочкам сегодняшним нужно периодически задавать себе вопрос, как давно я разговаривала со своей дочерью. Просто о жизни, просто о том, чем она дышит, что ее интересует. Не учила, а разговаривала, интересовалась. Потому что мы все были подростками, мы знаем, что мы бунтари в этом возрасте, и нам всем хочется самовыразиться. Вот если мы поймем, что нашим деткам, они такие же, как мы, это отражение, это зеркало нас. Если мы поймем, что мы должны прежде всего стать друзья, в хорошем смысле слова, друзьями со своими детьми, то все наладится. И когда придет время, в 17-18 лет, ваша дочь будет слушать то, что говорите вы, советоваться с вами, а не с девочками на улице. В этом плане воспитание, конечно, утеряно. И вот одна из целей, в том числе и моя цель, и тех, кого я знаю, своих соратниц, чтобы вернуть вот эту культуру поведения в семье и вернуть вот эти знания, как женщина все-таки должна расти и как она может стать женщиной. В полноценном таком вот понимании этого слова. Вот когда ты говорила слово соратница своего мужа, вот тут я с тобой был однозначно согласен, вот вообще по всем параметрам, потому что берегиня, соратница, она за его спиной, она замужем, как и должно быть, да, она хранительница очага, она управительница всего, что происходит внутри дома. Вот абсолютно согласен. Муж пошел, она знает, куда он пошел, знает, что он будет делать, его бережет и так далее, да, воюет, она за его спиной незримо стоит, там случилось, что она его поддерживает, там волосы свои стрижет, обряды проводит и так далее. То есть, виду не видит. Рожестого волосы стрижет, вот так рядышком. Можно немножечко я про берегинь коснусь, да, когда-то на одной из программ мы коснулись темы берегиня, мне очень понравилось, это не мои слова, это слова одной ведущей психолога, который тоже славянскими практиками, не просто интересуется, занимается, проводит. Если абсолютно была согласна, я думаю, боже мой, неужели кто-то вот так мыслит и думает, как я, что она ответила так, ей задали вопрос, почему в сегодняшнем времени у нас женщины перестали быть берегинями, вот раньше они там вот так, вот так, вот так. И она ответила, что подождите, во все времена были женщины-воины, во все времена были там казачки вот такие, которые, вы знаете о том, что казачки, они со своими мужьями наравне умели драться в сражении, скакать хорошо на лошади, шашкой владеть, но при этом они были замечательные хозяйки. И казак советовался всегда со своей казачкой. И это никоим образом его не унижало, он действительно видел в ней все, что нужно мужчине, а мужчине, конечно же, нужен соратник и друг по жизни. Потому что мы все прекрасно понимаем, что вот эти вот розовые очки, вот эти вот телячьи нежности, это все рано или поздно там страсть, это рано или поздно все заканчивается. И семья в дальнейшем, она держится именно на дружбе, в хорошем понимании этого слова, понимаете. А если мы не будем друзьями со своими мужьями, если можно не разделять какие-то его увлечения, там рыбалку, не обязательно, вот знаете, говорят, что вот ты должна везде тогда с ним быть, не обязательно быть везде со своим мужем. Достаточно заниматься своим делом и, конечно же, выслушать, как прошел день, конечно же, послушать, как мужчина провел там хобби у него какое-то есть. Это выслушать нужно, но это делают друзья, понимаете. Это делают все, кто друг с другом дружит, они делятся и своей радостью, и своей болью, ничего не скрывая, да, и они знают, что их не предадут. Вот это, вот в этой дружбе заключается верность, понимаете. А не в том, чтобы натянуть пояс верности и этим козырять, что я вот, видишь, я какой тебе верный или я какая верная. Вот. А верность, это все-таки вот настоящая дружба между двумя людьми. Хорошо. Ну, здесь такие реплики уже к нам идут в чат. Вот Владимир написал, ага, сейчас только шашка махать и умеют. Ну, ладно, я просто продолжу мысль. Когда говорил про соратницу, согласен полностью. И тут вдруг вот так раз и промелькнул такой призрак эмансипации. Ну, станет президентом, ну и хорошо, ну, станет там бизнес-вумен, тоже нормально, вьется что-то, тоже хорошо. А детишек, кто-кто, сиськой кормить будет? Кто за ними будет ухаживать? Кто там мужу борщ наварит? Ты что ж вы так все это боитесь? Я когда вот, допустим, ездила на гастроли, я вышла замуж, я родила ребеночка, и вот моему младшему ребенку сейчас три года, я, так сказать, из роли вот там какого-то общественного родителя или певицы, там, когда я колесила постоянно пять лет по гастролям, я выпала, я знала, что я выпаду минимум на два года, и нужно доносить ребенка хорошо, дородить его, грудью покормить, не надо этого бояться, почему мы все живем вот так вот, все, если женщина куда-то стремится, то все, ее дома не будет, я буду голодным, это, мне кажется, это какой-то, это какие-то уже мужские страхи, это неадекватно, мне кажется, реплика неадекватная. Вы поймите одну такую вещь, если женщина по своей природе, женщина, то есть и мать, и жена, ее не остановит, ни 10 работ, ни огромная карьера, она все равно будет рожать деток, кормить их грудью, будет варить мужу борщи, будет готовить заранее, если ей надо уехать на несколько дней, ему только нужно милому будет разогреть, она сделает все, потому что она любит свою семью, она любит и мужа, и любит своих деток, а если женщина по натуре не воспитана как женщина, или в природе в ее какой-то, ну не знаю, сломанная какая-то часть, и она не чувствует себя ни матерью, ни женой, то она и дома у вас вот так вот будет как украшение сидеть, оно вам надо? Такое украшение? Такое украшение, пожалуй, не надо. Хорошо. Вот и я, Тонка. Итак, значит, поняли, что умеренно, если женщина, если женщина, она настоящая женщина, то она и больше на скаку сварит, и в горячую думу войдет, и президентский пост отстоит. Это все ясно, все отлично, все хорошо. Алексей, вот можно я вас немножечко поправлю? Давай. Я понимаю, что это шутка, но, к сожалению, вот так вот деловую женщину или женщину, которая чем-то занимается и воспринимает, что она скачет, она куда-то бежит, она на скаку что-то готовит. Я хочу вот просто поделиться своим опытом. Я очень люблю готовить. И вы знаете, для меня это творчество. Я делаю все спокойно, я делаю все размеренно, при том, когда я готовлю, я продукт там, любовь или что-то, я мешаю, я при этом говорю, на счастье, на радость, на любовь, на здоровье, да, всем, кто его покушает. Да ты ведьма, ты ведьма. Ой, да, я в этом, да. Я, причем, я до этого дошла очень еще рано, еще в 12 лет, и я поняла, что вот когда ты с таким вот настроем готовишь, то это очень всем нравится, и причем ты сам как-то подзаряжаешься тем, что ты отдаешь положительную энергию, и у тебя счастье от того, что кто-то получает ее, и при этом он и становится и радостным, и здоровым, и счастливым. Это работает, никто такую домашнюю магию не отменял. Самое главное, что мы должны все в этой жизни делать с любовью, и если я знаю, что у меня завтра концерт, то я сегодня приготовлю, я сегодня так же не спеша, без беготни, без суеты, я так же сегодня там, не знаю, поглажу, постираю, чтобы я завтра, завтра мой день был свободен, я могла там привести себя с утра в порядок, хорошо выглядеть, и поехать со спокойной душой на концерт. Женщина может оставаться женщиной, она может оставаться и прекрасной, и красиво привлекательной женщиной, незамученной, на которой висят там 10 детей, и вот она все бежит, это ошибочное мнение, ошибочное. И я вот хотела бы даже все-таки, чтобы и в шутку у наших мужчин поменялось мнение о том, что вот если она дома сидит, то это вот ласковая, нежная, пушистая и белая, если она чем-то занимается и к чему-то стремится, главное, что это уже не женщина, это уже, так скажем, шустрый веник, да, это совсем не так. Какой же счастливый человек, какой же счастливый человек твой муж, надо так сказать. Не всем такие, Велеслава, знаешь ли, достаются, не всем, да. Я думаю так, что, наверное, мужчины счастливые из-за женщин, они заслуживают того, чтобы у них были такие женщины, а женщины счастливые из-за мужчин, они тоже того заслуживают. Поэтому, когда кто-то жалуется из женщин или мужчин, вот у меня такой, или у меня вот такая, то, девчонки, мальчишки, взгляните на себя, вот в зеркало посмотрите, да, как бы так, проанализируйте, что вы делаете, может, проблема-то у вас. Я больше того скажу, вот по отношению, когда начинают жаловаться, да что ж мой такой-то, вот такой-то, всегда надо понимать одну вещь, что ты смотришься в зеркало. Вот все, что тебе не нравится в твоем партнере, в твоем муже или жене, все есть в тебе, все, что не нравится. И то, что не нравится, ты просто не хочешь этого видеть в нем. А прежде всего, если ты хочешь, чтобы твой муж или жена начали меняться, вот то, что тебе не нравится в нем, начинай от этого избавляться с самым себе. Вот это работает. Прямо сразу вспоминаю песню. «Гляжусь с тебя, как зеркало». Совершенно верно, да. Один к одному прям. Ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Я вот все запоминаю, все мотаю. Между прочим, мои ерничества, они неспроста. Я же высказываю, как правильно заметил, и высказываю те частые мысли, которые посещают мужчин и женщин. Ну, в данном случае, мужчин, если мы говорим о женщинах. И я, конечно, по-другому несколько думаю, но поскольку ведущий, надо же тему раскрывать. Что не сделаешь ради этого? И приходится как-то ерничать. Само собой. Я прекрасно понимаю. Я тоже на своих программах выступаю от роли народа, потому что делаем мы это все для народа, и поэтому я тоже иногда не то что там кашу под какую-то недалекую, но пытаюсь понять, что обыкновенному человеку, который вообще никак не знаком со славянской темой, было бы приоритетно и интересно. И стараюсь, в общем-то, задавать такие вопросы, которые, знаешь, насущные. Мы всегда встречаемся со специалистами и начинаем говорить о высоких материях. Но я всегда говорю, ребята, давайте сначала тему раскроем просто, с обыкновенным языком, близко и доступно, а потом мы уже будем о высоких материях говорить, потому что это не просто там какая-то завлекалочка. Мне действительно хочется, чтобы эта информация дошла как можно до большего количества русичей. Так что я тебя понимаю, стерплю все. И поддерживаю, понятно. Весник Богов написал Слава Велеславе, ура! Владимир пишет, зеркало мы на святках глядели, ничего плохого не углядели. Ну, здорово, молодцы. Ладно, ладно. Вот тут Браво уже пишут, вот Велеслава происходит от имени, от Бога Велеса или от слова Слава. Такие уже тут гадания пошли. Тут не гадание, тут давайте я вот весь как бы миф об этом развенчаю, потому что недавно выступала на фестивале и вдруг как-то перевели это имя вообще по повелительнице. Говорю, а с чего вы решили, что это какая-то повелительница? Состоит из двух слов. Велесова Слава. То есть своим Велес и Слава. То есть С два раза не повторять, чтобы одно С осталось. А теперь прочтите, если будет два С. Велес, Слава. А Велеслава – это славящая Велеса, прославляющая имя Велеса. Вот и все. Я просто прославляю имя Велеса своими делами, песнями, поступками. Такая непосильная ноша. Да нет, посильная, посильная. Судя по всему, хорошо прославляю, потому что в тебе чувствуется такой задел очень хороший. Вот Виталик уже написал вопрос в эфир. Женщины забыли, кто они? Это вопросительный знак. Женщины забыли, кто они? Женщины потенциальны, а потенциал нужно нарабатывать, потрудиться, в скобочках. А если женщины будут варить борщи все время, то потенциал теряется. Так ведь? Вот поставил вопрос ребром. Вот какой молодец. Нет, вот на самом деле молодец. А вы знаете, это идет от того, что ведь мужчины тоже понимают, что спутница его жизни, его женушка, она должна быть интересна не только в постели и на кухне. Она должна быть образована, чтобы с ней можно было поговорить о чем-то. А тем более сейчас очень много молодых людей образованных у нас, да, все-таки все учатся, получают высшее образование. Ну и представьте себе женщину, которая даже красива с лица, а даже хороша на кухне и в постели. Все? На этом все разве? На этом заканчивается жизнь. Жизнь у нас 24 часа в сутки. И со своей любимой, со своей женщиной, конечно, хочется поговорить и где-то о политике, где-то о спорте, где-то еще о чем-то, да, может быть, о эзотерике, о магии, мистики. Женщина должна быть образована, я считаю, она должна быть подкована во всех этих вещах, чтобы твой же муж не хлопал ушами и глазами, когда он увидит женщину образованную, он откроет рот, и как с ней интересно. Стань сама интересной женщиной, стань ему таким вот собеседником. Ну, это мое мнение. Я могу, наверное, ошибаться, мужчины, наверное, думают по-другому. Уж я не знаю, за всех мужчин не скажу, но ты знаешь, я с тобой полностью согласен. И не только вот просто так, что хорошо бы такую женщину иметь с точки зрения мужчины, а еще и с точки зрения семьи. Ведь вот представьте себе, маленькие дети, они до шести лет впитывают вообще все, вот как губка, вот не отходя от кассы, вот все, что попадает, все впитывают. Как говорится, не учи детей, они все равно сделают то, что делаешь ты, да. И поэтому больше всего с детьми в этот период до шести лет все-таки мама проводит времени, ну, в большинстве случаев, да, так если положить руку на сердце. И представьте себе, если мама дурочка, если мама скандальная, если мама не берегиня, если мама не ведьма, если мама там, ну, и так далее, то что она им даст? Она же этих мауглей вырастет в очередной раз, причем не те, которые у мультфильма такой мауглей облагороженной, а вот те маугли реальные, которые там среди собак воспитывались, среди баранов воспитывались, ну, пример сейчас, огромное количество. Нам нужны такие семьи, нам нужны такие дети, нам нужно такое будущее. Ну, конечно же, нет. Поэтому наше будущее – это как раз в наших мамах, в наших супругах, образованных, ладных, воспитанных и так далее. Поэтому здесь с тобой, вот и в том, что ты согласна, согласен, сказала, и вот то, что сейчас еще добавил, вот еще больше стал с тобой согласен с этой точки зрения. Я думаю, что женщинам прежде всего нужно вернуться к своему женскому истоку, потому что у нас неправильно понимают, навязали нам неправильную женственность. Она навязана. Это же все вот глянцевые эти журналы, фильмы, в которых вот там женщина берет пистолет, она стреляет, кувыркается. Вы понимаете, какой образ создается? Это какого-то такого непонятного мальчик-девочка, я все-таки за то, чтобы женщина оставалась женщина с ее мягкими формами, с ее любовью бесконечной, прежде всего, к божественному проявлению в себе, мои хорошие. Женщина должна, не просто, это такие слова, научиться любить себя. Ну, пойдем, попробуй научись любить себя, если у всех наших, и девочек, и женщин, куча психологических травм, все мы выросли. Ну, вот мое поколение, это поколение, которое застало, вовсю застало перестройку, тяжелые вот эти кризисы, когда непонятно, то ли Кока-Кола хорошо, то ли квас неплохо, да, и мы должны были выжить вот в этих джунглях, когда нам навязано со стороны было, что такое женщина, вот эти ботоксные губы, эти подтяжки, и все, 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 это же свалилось огромным комом на наших женщин, которые этого никогда не видели, и вдруг все мы стали говорить, что это модно, это хорошо, это, а если ты этого не делаешь, то ты какая-то там лохушка, вот своим именем назову, так вот детки в школе девочки называли, да, вот смотри, как дурочка она там ходит, вот какие-то, и девочка под давлением, под таким, она понимает, что она какая-то не такая с ее природой, и нам навязывают такие глупые стереотипы о том, что женщина должна быть настолько худа, чтобы у нее торчали все кости, можно было все пересчитать, и что это хорошо, и эти бесконечные девочки, худеющие на этих диетах, сидящие, а потом получающие булемию, у них же все мысли о том, чтобы только похудеть, она больше ничего в своей жизни не увидит, а это все муссируется снова и снова, и снова и снова нам показывают новые, каждый год какие-то новые стереотипы, и новые каноны красоты появляются, и они начинают перекраивать себя, а почему? А скажите мне, почему? Да потому что крепости вот этой духа женского у них нету изначально, не умеют женщины сами себя любить, любить свою природу, вот такой, какой создал их бог, они не умеют, они не знают, что это такое, они все время хотят, хотят нравиться, они все время хотят, чтобы их любили, они хотят хоть немножко заслужить этой любви, хоть чуть-чуть, а у них все время не получается, а скажите мне, пожалуйста, вы хотите любить человека, который сам себя не любит, и сам себя унижает, и мы получаем что? Мы получаем психологические травмы женские, мы получаем кучу несчастных женщин, нездоровых психически, потому что они то подстраиваются, пытаются под это общество, то они ищут мужчину с деньгами, то они бросаются в омут с головой в какие-то женские практики, куда-то они едут, в монастыри в какие-то, вы понимаете, вот эти вот перепады, они же на психику как действуют, а все опять-таки из-за того, что мы необразованы, вот из чего я начала, собственно, эфир, вот мы пришли опять-таки к тому же, что образовываться надо. Вот реплика от Русича 1990, женщина для мужчины должна быть и другом, и хозяйкой, и женой, а не только кухонным комбайном, согласен. Ну вот про образование ты вначале сказала, а ведь ты же ведешь семинары, давай так сейчас признаемся, уже и вебинары, и семинары, где не только про вокал говоришь, а вот как раз и затрагиваешь вот эти вот моменты для женщин, ну-ка поделись, давай расскажем про эти семинары. Ну, во-первых, начнем с того, что я как ребенок перестройки, как человек, который все, в общем-то, пыталась сделать в этой жизни сама, ну, конечно, не без помощи людей, мне очень много людей, и меня и поддерживали, и морально, и помогали, ну, вот перед жизнью я чиста, да, я никогда не шла вот этими путями эстрадными, через кого-то, куда-то, что-то, да, я старалась всего добиваться сама, честным своим трудом. Я петь училась очень долго и много, потому что, кроме того, что я там музыкальное образование у меня по скрипке, музыкальная школа, и вокальное училище по вокалу я заканчивала, но этого оказалось недостаточно, и начала себя образовывать, образовывать каждый день. Это не просто посещение каких-то лекций, это симбиоз разных культур узнавала. Я пела все, и джаз, и реги, и кантри, и оперу, и эстраду обыкновенную, и народную музыку, и даже пыталась понять, почему нам навязывают так называемое «народное пение» в кавычках, когда вот такими мерзкими голосами бабскими поют, потому что женщина молодая не может таким голосом, нет в ее природе вот этого дребезжащего голоса, потому что физика так устроена, что когда мы молоды, и наш голос звучит, как ручеек ровно, и когда мы стареем, связочки дряблые становятся, и вот появляется вот этот голос. Почему-то в 60-е, 50-е или 60-е годы за основу взяли именно вот этот вот тембр, пение, мне это непонятно и неприемлемо, конечно, потом это раздражает чисто психику. Что касается, почему я начала вести вебинары, потому что очень много получала писем со всей страны, не только из нашей страны, но и из ближайших стран, из зарубежья, везде, где знают меня и где живут русские люди, а как вот вы не ведете ничего, а как вот я бы хотела онлайн, может быть, попробовать. Я долго как-то сопротивлялась, честно скажу. Я несколько лет сопротивляюсь. Думаю, ну как так, вокал надо передавать. Вот у меня представление такое было, вот что пришел, значит, нужно, как говорится, из уст пуста. Я задала себе вопрос, хорошо, а слабоет ли тебе, Велеслава, сделать так, чтобы через скайп, через расстояние ты смогла донести, как нужно петь, как правильно брать дыхание, как нужно извлекать звук, какие резонаторы мы задействуем в это время. Эх, решилась, и написала объявление, и начали ученики приходить в мою онлайн такую школу. Но кроме этого, я же тоже все время расти пытаюсь, потому что стоять на одном месте, почитать на лаврах, это значит подписать себе такой уже, знаете, это смертный приговор, как певицы. И уже ты начинаешь заниматься медитациями, в тех медитациях приходят определенные практики. На ком ты их испытываешь? Конечно, на себе, в первую очередь на себе. Помогло мне там вылечиться от чего-то? Так, хорошо, посмотрим, как это подействует на добровольцах. Так, помогло? Так, дальше. И я даже, когда восторженные какие-то отзывы идут, я, знаете, я так сжимаюсь, потому что мне все время, я, знаете, в какой-то степени все-таки еще ученый. Ученым мне нужно постоянное доказательство того, что это работает. Не то, что я не верю в это, на себе же проверила, работает, но мне все-таки нужна статистика. Я хочу понять, что это действительно работает, в этом есть суть, и это можно развивать. И вот первый был вебинар «Это магия музыки». Я рассказывала о том, какой звук лечебный, как можно звуком себя лечить, какую музыку можно слушать, какую музыку лучше не слушай. Этот вебинар, он есть. И сейчас я иду дальше, сейчас я уже начинаю потихонечку заниматься именно женщинами, женскими практиками. Мы сейчас входим, вошли, вернее, уже сегодня, кстати, мы вошли в коридор затмений, и вот во время коридора затмений хорошо на себя очищать, хорошо избавляться от скопившегося негатива, от старых ненужных связей, от обид от всяких, вот что накопилось. Вот в это время хорошо делать. И вот 21 августа на женском вебинаре мы будем как раз заниматься, вот одна из практик у нас будет как раз в это сакральное время, во время коридора затмений, нам сама Луна поможет в этом. Мы будем заниматься, конечно, одной. Также я распеваю своих и учениц, и девочек, которые на вебинаре участвуют, я их распеваю не просто вот да-ля-ля-ля-ля. Я бы хотела с вами поделиться вот из магии музыки такой вещью, что, конечно, каждая мода соответствует определенной чакре. Я не знаю, знали вы об этом или нет. Значит, если мы возьмем первую чакру, это Муладхара, да, это красный цвет, звук ее до, а соответствующая планета ей Солнце. И вот так каждая чакра, соответственно, вторая, соответственно, это оранжевый, звук ее Ре, это Луна, пятая Манипура, желтый Мей, Меркурий, третья, это вторая, третья, да, уже запуталась, потом, значит, Анахата, зеленый Фа и Венера, потом идет Вишудха, голубой Соль и Марс, Аджна, это синий, это нота Ля и Юпитер, и Сахастрара, это уже фиолетовый Си и Сатурн. Почему я сейчас это озвучила? Смотрите, когда мы берем правильно звук До, ноту саму, звук берем До, мы совпадаем в резонатор со своей первой, допустим, чакрой, да. Что происходит в этот момент? Вы, это уже не магия, это уже, скажем так, физика, вы сонастраиваетесь со своей чакрой, вибрируя на тех же частотах, что и чакра. И пропивая эту чакру, вы можете ее восстановить, если она у вас повреждена. Поэтому очень, конечно, не просто полезно, а важно знать строй музыкальный, это гаммы, это обязательно нотная грамота. Если вы решили заниматься музыкой или решили петь, конечно, это очень важно. Так все ноты и пропевает. Еще больше вам скажу, что, допустим, Си, она такая, вот, Алексей, ты меня поймешь, да, она настолько неустойчивая, она настолько стремится в До второй октавы, что получается у нас такой замкнутый хвост змеи. До, рэми, фасоль, а Си и снова в До. То есть это такая некая бесконечность. То есть мало кто, допустим, на занятиях той же самой музолитературы в музыкальном училище или там сольфеджио в школе нам рассказывает эзотерику музыки, магию музыки. А ведь она существовала всегда. Она существовала и во времена Платона, и Аристотеля, и Гиппократа. А вы знаете о том, что строй музыкальный был совершенно иной. Сейчас мы за основу звук ля в строе взяли. Ты, наверное, знаком с этой темой, я больше чем уверена в этом, да? Да, да. Да, я сейчас говорю о 432 герцах. А во времена Гиппократа, Платона, Аристотеля, Пифагора, строй, основа ноты ля была 432 герца. И это именно исцеляющая частота, целительная. Именно ля ноту настраивали на 432 герца. И вот уже первые попытки изменить волны, они произошли в 1884 году. Но усилиями Джорджа Верди сохранился прежний строй. Он отстоял строй ля. А хотели сделать строй ля 440 герца. В принципе, это удалось немножко попозже. В 1936 году министр нацистского движения Ебельца, он пересмотрел стандарты в Германии на 440 герца строй. Почему он и так сделал? Да потому что именно 440 герц – это частота подавляющая. И с помощью этой частоты управлять очень легко. Поэтому все немецкие марши, написанные в 440 герцах, они как будто ведут за собой. Но только они ведут уже куда? Они ведут зомби-толпу. А эта музыка не исцеляет, она управляет. И очень многие музыканты, и у нас есть эти музыканты, и за рубежом музыканты есть. Они все-таки стараются использовать 432 герцовый строй. Это строй, который исцеляет. И я тоже начала писать альбом. Так немножко приоткрою завесу, как говорится. Я, конечно, не знаю, когда это все успею, но я постараюсь. Я начала писать альбом романцевой музыки именно в 432 герцах. Все наши городские романцы я буду писать в такой, скажем, полуклассической обработке, чтобы они немножко сохраняли то время, то настроение. И, конечно, в 432 герцах. Известные достаточно романцы. Но вот у меня, допустим, выложена колыбельная, которая записана в 432 герцах. И вы знаете, потрясающе. Есть отзывы, когда я не ожидала. Я хотела просто посмотреть. Ну как вот? Я чувствую разницу. Люди все. Да, вы как-то даже по-другому, говорит, поете. Я говорю, это не по-другому я пою. Это просто запись голоса уже звучит по-другому. Она более реальна. Потому что музыка в этой шкале, мои хорошие, соответствует вибрации нашей ДНК. Вот так вот. Эта музыка – это вообще вибрация, это энергия, поймите. И голос каждого человека имеет свою звуковую частоту. Понимаете? И вот смотрите. И наши мысли – это тоже волны, которые либо полны гармонии, либо диссонанса. И вот здесь вот, знаете, все находится в человеке. Я согласна. Мы можем сами себя исцелять. Мы можем сами себя направлять, как тот Мюнхайзен, вытаскивать себя из разных ситуаций. Мы можем еще и дарить гармонию в мир. Мы просто не понимаем. Нам кажется, что где-то там, на периферии, где-то там, за забором, там есть Клава, Петя, Вася, которые нам помогут. Мы сами не справимся. Но вы поймите, весь потенциал божественной любви этого мира находится в вас самих. Он закодирован в вас. И только если вы сами посмотрите вглубь себя, избавитесь от ненужных иллюзий и полюбите прежде всего свою божественную природу, вы сможете не только управлять своей жизнью, творить своей жизнью гармонию. Вы можете помогать своим близким, детям, мужу, мамам, папам. И это настолько большое удовольствие, когда ты приносишь счастье и радость и можешь помочь другому человеку. Мы же все такие жадные и на эмоции жадные, я уже не говорю на деньги. Вот, поэтому нам кажется... А почему жадные? Потому что мы не можем использовать собственные ресурсы. Нам кажется, там все так мало, там ничего нет. Мы часто слышим, что вот были атланты, деградация и прежде всего интеллектуальная, там сознательная, она происходит не на уровне ума, а на уровне души. Вот в чем дело. Если вы раскроете душу этому миру, поймите, мир, я сейчас говорю не о людях, родственниках, мир как вселенная. Если вы раскроете душу этому миру, этой вселенной, никогда она туда не плюнет. У нее нет задачи вас наказать, понимаете? Вот об этих всех вещах и о тех вещах, допустим, как мы избавляемся от иллюзий, как мы избавляемся от обид, какие практики мы для этого делаем, без всяких гипнозов, без обнулений, без психологического давления, а просто разговаривая с собственным сознанием, вот этим, в общем-то, да, я сейчас занялась. Потому что я считаю, что психологи знают, что можно таким образом восстанавливать людей. Ну а какая им тогда от этого выгода? Они его один раз восстановят, там, ну, два-три раза, он к ним ходить перестанет, он сам себя сможет потом лечить и восстанавливать психологически, а они без работы останутся. Поэтому никогда, конечно, такими вещами пользоваться еще долго не будут, потому что им работа нужна, понимаете? Корыстные они, корыстные. И все-таки, вот когда стану, опять же... Ну, все, но есть, конечно. Да, вот когда стану все-таки большим директором, приду все равно к тебе, бухнусь тебе в ножки, скажу, Велиславушка Боярыня, ладно, не хочешь быть директором, но просвещай, вот тебе деньги, просвещай людей, снимай фильмы, но не откажешься, ведь, но не откажешься, я знаю. Вот тебе мастерская, вот тебе студия, вот кто там тебе нужны, помощники, вот кучу денег тебе дадим, только снимай фильмы, только радуй людей, неси людям радости просвещения. Вот здесь уже написано, был мой компьютер настроен на писк 440 Гц, сейчас перенастроил на 432. Проверю. Ну, вот сразу, видишь, народ как отзывается. Пусть проверяют, конечно. Так, вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Велислава, очень люблю и почитаю твоё творчество, особенно песню Первонного Время, и её смело можно ставить по утрам всем славянам за место гимна Российской Федерации. Ну, не согласен, что это можно делать, а то не так поймут и не все поймут. Дальше, а теперь вопрос. Что делает русскую славянскую женщину женщиной по сути содержанию, согласно обычаев наших предков, в твоём понимании? Приведи несколько пунктов наставления русским женщинам от Велиславы. Благодарю. Ух ты, такая ответственность. Что делает, почти, пожалуйста, вот ещё один вопрос. Что делает славянскую женщину женщиной? По сути, содержанию, согласно обычаев наших предков, в твоём понимании? Ну, первое, это, поймите меня только правильно, мужчина. Ну, первое, если мы говорим о славянской, вот славянской в хорошем понимании, первое, что делает женщину женщиной славянской, это любовь к родине. К родине. Вот она родилась, и в каждом дереве она должна чувствовать душу, в каждой травиночке она должна видеть Бога, в каждой речке она должна видеть красоту. Ну, понимаете, вот любовь к родине не в том плане, что вот сейчас, знаете, у нас любовь к родине, она ассоциируется с походами на марши, на такие там, я не знаю, русские марши, ещё какие-то марши. Это не любовь к родине, простите, это пиар. А я сейчас говорю о настоящем, о том, что всё она будет делать с любовью, и привить ей вот эту любовь к родине. Тогда она и мужа своего будет любить, вот точно так же, поверьте, и деток своих будет любить точно так же. Я не думаю, что нужно давать наставление, вот честно. Вы поймите одну такую вещь, что каждой женщине нужен свой подход. Какая-то родилась вот тихой, спокойной и скромницей, и её не надо тормошить и говорить, а ну, эй, на коня. Какая-то с огоньком так родилась уже такой, знаете, у неё там внутри такой, и не надо её останавливать, не надо всех грести под одну гребёнку. Я вот, скорее всего, наставление мужчинам дам, знаете, даже не наставление, а такой дружеский совет. Вы когда жену себе выбираете, вы, я понимаю, что у вас вот этот вот восторг, у вас всё, вас перекрывает, и вы ничего не видите, вы видите только лучшее качество. Вы погодите чуть-чуть. Отсюда и слово «годность». Я не призываю к тому, что нужно там годами встречаться и так далее, но не тяните её сами в какую-то интимную жизнь. Вы посмотрите на неё, как она просто, она сейчас облыкнется, она будет себя как вести. Вы понимаете, если мы на страсти всё это вот бегом, 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 а потом опа, и уже семья. И мы начинаем себя как-то неадекватно вести, потому что у нас ещё там страсть в мозгах кипит, а здесь уже и семья, и непонятно что, а ты мне что-то обещал, а я... и всё. Развивайте медленнее ваши отношения. Постарайтесь дать понять вашей женщине, которая вам понравилась, что вам от неё нужны прежде всего серьёзные отношения. Вы не представляете, как женщины в хорошем смысле обалдеют и как они это ценить будут. Ценится то, что вечно, то, что на века, то, что от сердца и от души. И, конечно, совет такой, ну вот будьте мудрее мужчины, не портите девок. Вот просто не портите свой генотип. Вы их научите лучше. Если она там сама куда-то на вас там... А что это мы с тобой вот столько... Так ты лучше образуй её. Вы знаете, я вам честно скажу, что женщина, она существо очень эмоциональное. У неё эмоции, они бегут вперёд мозгов. Это нормально. На то мы и женщины. Поэтому вы нас и любите. А у вас, у мужчин, по-другому всё. Вы сначала мозгами. Но я не беру моменты страсти. Я беру сейчас жизнь. Вы всё мозгами. Вы немножко рациональны. Вы видите наперёд. Вы умеете свои эмоции подчинить. Мы этого, к сожалению, не умеем. И вот, допустим, у меня есть друзья мужчины. И когда я начинаю кипеть, как котёл, кипеть там из-за чего-то, потому что я тоже эмоционально, как и все женщины. И меня поражает, какой они, вот знаете... Другая подружка, она бы сказала, да-да-да, правильно, давай, и вот так, ещё, и всё. А мужчина, нет, ну ты подожди, остынь, подожди. И они меня потихонечку приводят. Я такая, ух ты, вот здорово, вот молодцы. Вообще, я вам скажу, что нам обоим, и мужчинам есть чему поучиться у женщин, и женщинам есть чему поучиться у мужчин. Понимаете? У мужчин. Поэтому мы такие разные. Мы все, если перестанем ругаться и искать плохие стороны в друг друге, а начнём узнавать друг друга и начнём принимать хорошие черты на себя, всё будет по-другому. Всё будет по-другому. Опять-таки, для этого нужно немножечко оставить вдалеке свои эмиции, ложное эго, и понять, что если вы вдвоём идёте рука об руку, то всяко может в жизни быть. Бывают и хорошие времена, бывают и тяжёлые времена, и в радости, и в горе вы должны быть вместе, а не пинать. Иди на работу, а у него работы нет, и всё разваливается, и начинает там по бабкам бегать. Нет, нет, нет. Всё начинается с семьи, с понимания друг друга. Держитесь друг друга. Вот именно держитесь друг друга. Как друг друга не бросит, да? Вот и вы друг друга не бросайте. Мы все разные, мы этим прекрасны. И мужчины разные, и женщины разные. И недаром нас как-то вот судьба, звёзды с друг другом сводят. Вы задайте вопрос, для чего вас свела судьба? Вспомните, когда вы встретились. Что у вас горело? Где это чувство было? И от этого уже нужно исходить. Ну, я уже совсем ушла, да, далеко? Нет, хорошо ушла, хорошо так. Правильной тропинкой идём, товарищи. Я вот вспоминаю, когда дети бегают, так играют где-нибудь в деревне. Я подхожу и спрашиваю, там где мальчики, девочки спрашивают, а что такое означает пол? Мужской, женский? Вот это стопор для маленьких детей. Они начинают там придумывать совершенно разные версии. В конечном итоге мы приходим к тому, что это половинки одного целого. Вот для того, чтобы стать целым, необходимо в дальнейшем, чтобы ты объединился со своей половинкой. А для того, чтобы половинка была соответственна тебе, и ты соответствовала ей, надо развиваться. И вот у детей по-другому мышление начинает развиваться. То есть не с точки зрения сексуальной половинки, а с точки зрения развития. И вот сейчас, если мы детям такой вопрос не задаем, маленьким, где-то там лет 8, может быть, 9, когда еще вот такая стадия, у них только-только подходы вот к этому моменту зрелости такой первичной. Вот когда мы не задаем, мы выпускаем очень много. И потому что у них начинает тогда уже половозрелость потихонечку брать свое, начинает уже гормоны играть, тогда уже поздно с ними об этом говорить. У них уже половинка, она вот в этом направлении идет. А когда чуть-чуть до этого скажешь, у них мозги на место ставятся, и они начинают задумываться. К сожалению, родители, многие сами об этом не знают, и многие сами не задумываются. Так что вот проблема. Не проходите мимо деток, друзья мои. Нет чужих детей, потому что все дети в итоге становятся нашими гражданами. Вам хочется жить с плохими гражданами? Наверное, нет. Давай дальше вопрос зачитаю. А нет, сначала реплика. Умная женщина. Повезло мужу. Как твоего мужа зовут? Владимир. Владимир, тебе повезло. Так, читаем дальше. Владимир на рыбалке. Все равно. Тем более повезло. Так, дальше. Вопрос в эфир от Дмитрия. Вы чувствуете поддержку Велеса? Да, конечно. Я хочу, знаете, вам вот что сказать по поводу... Вот хороший вопрос, кстати. Он меня навел на мысль о именно речении. Смотрите, когда вы берете, проходите именно речение, вы должны не гнаться за красотой, вы должны понять четко, потянете вы эту энергию или нет. Я четыре года проходила инициацию имени. Четыре года в моей жизни все разваливалось. Меня предавали. Со мной творились какие-то такие метавархозы. Я думала, что я просто не выжила ни психически, ни физически. И только через четыре года как будто проверяли, я смогу нести имя или не смогу. Вот эта внутренняя борьба, вот даже не борьба, а испытания внутренние, на крепость вашего духа, будут обязательно после имя наречения, если оно проведено правильно, если вы подошли к этому осознанно. И я призываю всегда трижды подумать, когда вы называетесь какими-то именами громкими, именами богов, и несете на себе именно функцию славления или еще какую-то функцию славления богов. Знаете, испытывать будут. Будет разваливаться все. Будут испытывать на крепость таким образом, что я сейчас, конечно, могу сказать, что тогда мне казалось, что вся моя жизнь рушится. Прям просто как карточный домик. Когда до меня дошло, что или я сейчас поддаюсь этому, и все разрушается в моей жизни, или я беру себя как Мюнхгаудзен, вытаскиваю за волос вверх и поперла дальше, не обижаясь, не помня зла, и вперед-вперед. Так что имя будет вас испытывать, к этому подготовиться. Ну, хорошо. А ты поддержку Виллиса в чем ощущаешь? Да, да. Я во всем ощущаю. Понимаете, Виллис все-таки это бог мудрости. И в моей жизни меня очень хорошо Вселенная учит мудрости, посылает такие ситуации, в которых, опять-таки, проверяется, прошла урок или не прошла. Будешь биться в истерике, плакать, еще что-то делать? Или же ты все-таки мудрый человек? И я вам скажу, что вот это обучение не прекращается ни на минуту. И я благодарна. Благодарна Вселенной за то, что она меня все-таки учит. И я могу развиваться. Понимаете? У меня нет стагнации. Хотя иногда вот чисто по-женски я могу там даже и пореветь. Ну, что же это такое? Ну, когда же? И обидеться где-то. Не надо думать, что я прям такая вот уникальная. Во мне есть все женские качества, в том числе я и на мужа могу побурчать, если настроение не очень хорошее. И там поплакать, если я на что-то обиделась, потом уже поплачешь, потом уже думаешь, так, ну хорошо, поплакала, легче стало? Нет, давай думать, что сделать не так. Почему такой урок? И тогда ты уже начинаешь раскручивать. Не надо свои эмоции в себе держать, не надо их прятать. Женщинам это категорически. Да и мужчинам не стоит. Мы все люди, и мы все подвержены эмоциям, мы все подвержены состояниям. Неважно, какой вот расплакался ребенок, потом он понял, что смысла нет плакать, пошел играть. Посмотрите на детей, они же чисты в этом плане, они правдивы. А мы неправдивы. Мы можем улыбаться в глаза человеку, а за глазу думать, какая же ты? И держать вот эту злость, вот эту агрессию, вот этот гнев в себе. Понимаете? Разве это честно? Нет, это не честно. Честно будет сказать, что извини, я думаю по-другому. Но я в свое время за это очень много получала. Но как-то, знаете, я поняла в какой-то момент, что честным быть – это смело. Потому что очень редко люди воспринимают честность адекватно. Если ты не готов быть смелым, не готов быть честным, лучше тогда промолчи. Промолчи. Но не надо никого осуждать, не надо никого. Главное, ребят, вот это мой недостаток. Я все время делюсь, но вот такое ощущение, я думаю, кто как бы не перейти грань, вот это начать наставлять. Вот помните, вы сказали там, дайте наставление. Не надо. Не надо наставление отдавать. Не надо, потому что главный наставник наш – это жизнь и судьба. Вот вы смотрите, чего судьба вам наставляет. Что она говорит, что она от вас хочет. Судьба, она такого понаставляет. Главное, ребята, сердцем не стареть. Это самое главное, да. Потому что надо так, сядешь, задумаешь, что со мной происходит? Ну, почему же такие шишки грабли? Потому что, так эти шишки вроде сам разбрасывал, грабли сам раскладывал. Ну, вот теперь получай. Как это? Глазки видели, чего ручки брали? Видели. Вот теперь кушайте, пока не повылазите. Из той же серии. Так, хорошо. Вот ты омолвилась, что есть хорошее в славянстве. Главное, вот хорошее в славянстве, такая фраза у тебя прозвучала. А что такое хорошее в славянстве? Что такое плохое, на твой взгляд? Не то, что плохое. Давайте тут будем говорить не о хорошем и плохом, а будем говорить о адекватном и не совсем адекватном поведении. Ладно? Давай, конечно. Вот хорошее – это то, что возвращаемся к корням, то, что гены, да, у нас всё-таки открываются, душа открывается, мы учимся, образовываемся. Это вот адекватно, это нормально и так далее. Что для меня не совсем адекватно? Это погружение в реконструкцию. Это когда там молодые или не очень молодые люди начинают с головой уходить в язычество, в славянство, в такое глубокое. Знаете, они думают, что надо жить при лучине, ходить, не мыться, или мыться, не знаю, золой. И начинают вот утрировать это всё, до такой глубины утрировать, что распадаются какие-то браки, они бросают людей. Потому что, допустим, жена с ним не соратница в этом. Ну, скажет, ты мил человек, ну, ты ж не мылся, от тебя ж вот как-то зловонит, понимаешь? А он говорит, нельзя мыться, защитный слой сотру. Только он не говорит о том, что раньше этот защитный слой там не смывали, потому что диких медведей там отпугивали своим запахом на той же самой охоте, чтобы их не сожрали. А в миру мыться надо. Всегда славяне стремились к чистоте. Понимаете? И на празднике целые, перед праздниками баня была, где и девки, и маски там делали себе, сметанковые там, с огурчиком. И волосы свои мыли, а потом в косы заплетали, а потом косы расплетали, и они у них вились. Всегда было стремление к чистоте, к чистоплотности. Понимаете? И еще один такой момент. Вот смотрите. Мы же северная страна. Мы же северная страна. Если вы живете на севере, где 9 месяцев в году холодно, так с чего вы решили, что вы сыроеды? Зачем? Для чего это нести? Хорошо, считаете вы по этическим соображениям, что мясо кушать, рыбу нельзя, не кушайте. Но кушайте заваренную кашку, кушайте борщ вегетарианский, картошечку жареную. Зачем вы себя лишаете вот этих вот вещей? Разве это не божественное проявление, что вот это все нам дано, вот я хотела этот вопрос задать каким-то вот таким вот совсем сыроедом. Вы считаете, что сыроедчество может прижиться в России? Сейчас я вам скажу, происходит следующее вещи. У меня было несколько очень нет, я не знала, что они сыроеды, честно. Одна рухнула у меня на занятиях, голодный обморок. Я говорю, ну ты что, совсем не кушаешь? Нет, я ем, я, ну просто, вот у меня давление низкое, она синее, у нее уже кожа синяя была. А другие, да, муж с женой, они пожелтели, у них какая-то желтуха началась, не знаю, то ли морковки перегрызли, не знаю, то есть такого же сухого, знаете, они высохшие из желтого цвета. Еще одна девочка, значит, долго мялась, мялась, что случилось, а у нее начали какие-то изменения, уже закончился женский цикл, перестал, больше нет. И, значит, с головой что-то, с мозгами начало происходить, я говорю, я понимаю, что я схожу с ума. Это вот сыроедение, это мои примеры, вы понимаете? Это то, что я вижу, просто не втираясь туда, не... Хорошо, если ты хочешь, ты, наверное, кушай, друг, сыроед, но не надо это пропагандировать, не надо под это подгонять русскую культуру, не надо говорить, что наши предки не ели каши, борщи не варили. Опять-таки, я сейчас говорю даже не о мясе, я говорю просто о вегетарианской горячей пище, о горячего чая с мороза, шутить, вообще нет. И вот это меня, конечно, знаете, как-то свербит, свербит, не могу, не согласна я с этим, не славянство это. Это уже больше похоже на каких-то кришнаитов, вот этих вот, похоже на какие-то, даже не столько кришнаитов, наверное, сколько вообще какая-то, как сектанство. Хороводы – это хорошо, славление богов – это отлично, силушку там, мощь свою молодецкую раскачивать, еще лучше. Но вот под это все хорошее, оп, тебе вот так и сыроедение подсунули. Ну, что это такое, а? Вот прозвучала фраза «подсунули», вот ты так заявляешь, как будто на самом деле подсунули, да, раскроем эту тему с твоей точки зрения. Я считаю, что подсунули, потому что это совсем не славянская тема, это тема, скорее всего, каких-то религиозных движений около индийских, вот так скажем, даже не индийских. Вы понимаете, для чего нужно голодать? Голодать или лишать себя вообще какой-либо пищи обработанной можно только в двух случаях. Если ты лечишься, да, если у тебя какое-то заболевание, полезно вообще поголодать, и если не получать совсем, то ты переходишь вот именно на такое питание в лечебных целях и в целях очищения перед обрядами или практиками. Все. Во всех других случаях я считаю, что этого делать не надо. И я считаю, что это действительно подсунули, подсунули, под дуду, под славянство, под все это. А вот у нас такая фишка, мы будем сыроеды, никого нет, а мы будем, мы будем первые. А посмотрите, приходишь на этот фестиваль, чашечка какая-то там этого непонятного жижи, в которой сырая морковка плавает с сырой цветной капустой. Без сала, без сала, да. Без сала. Вот она просто, понимаете, жижа, томат, помидор, потерли, и там вот эта морковка с этим вот плавает. И бог с ней, пусть она плавает, может кому-то нравится. Но дело в том, что это сколько стоит. А сколько стоят свежие овощи и фрукты зимой. И вы понимаете, что все внимание от славянства, от традиции, от знаний переключается на живот. Люди все время думают о том, что им поесть. Вот вам и подмена, мои хорошие. То есть бизнес-проект, скажем так, да? Бизнес-проект и введение от тела. Конечно. А эти соки, фреши вот эти постоянные. А ты сколько, это сколько надо зарабатывать, чтобы в день выпивать этих фрешев и так далее, и так далее. Вегетарианство, дорогая штука, сыроедение в 10 раз дороже. Поэтому вот подумайте сами, когда ты думаешь только о еде. А еще один такой момент. Очень многие из товарищей протекущих сыроедения достаточно агрессивные. Я не говорю про всех. Я имею опыт общения и вообще с прекрасными людьми. И они у меня были на интервью, они тоже сыроеды. Ну вот у них как-то сложилось с этим делом. Потом один из них перешел на просто вегетарианство, другой остался на сыроедении. Но у них сложилось, у них хорошо, они нормальные, адекватные. Я попала в компанию на какой-то фестиваль, где много их там было. Боже мой, эти люди все время едят. И они все время отходятся. И если ты скажешь, что ты не вегетарианец и не сыроед, а не дай бог так случилось, ты еще и рыбу с яйцами и мясо ешь, ну все, тебя трупоедом назовут еще и сожрут в сыром виде. Понимаете? Это вот отношения. Почему те же самые мясоеды, травоедов никак не называют? Не называют их травоядными или еще как-то. Просто говорят, вот эти вот люди, они не едят. И вообще на них в принципе-то сильно внимания не обращают. Почему постоянно среди веганов, вот тех, кто сыроед, среди сыроедов постоянно муссируется тема? Мы слышим оттуда. Это трупоеды, они яд едят, они родину, они любят. Это что такое? Это что? Это что, любовь к родине такая? К своим соотечественникам такая? Дорогие мои, да хоть муравьями питайтесь. Это ваше личное дело. Вы не должны свой желудок привязывать к мозгам. Понимаете? Мне не важно, что они кушают. Выбрали такой путь, пусть кушают свою травку. Мне важно, как они относятся к своим сородичам. А сейчас получается так, если ты траву вместе с нами не жуешь, то ты плохой, ты не сородич. А если жуешь, то ты наш, неважно какой ты. Понимаете, что происходит? Это уже попахивает сектанство. Да. Если ты жуешь траву, вот тебе желтые штаны. Если два раза жуешь траву, вот тебе оранжевые. А если нет, вот тебе цак в нос. Да. Да. Ну вот с тобой согласен. Здесь Небогов пишет. Велеслава, ты просто молодец. Ну, не молодец, а молодец. Я надеюсь, что все-таки молодец или слава, а не молодец. У меня похожее мнение. Есть мясо нельзя, а быть из мяса можно? Можно? Ладно. Хорошо. Хорошо. Мнение понятно. Мнение ясно. Здесь можно дискутировать бесконечно, но сектанские мотивы здесь присутствуют однозначно. Встречал таких же. И согласен, что да, вот это сектанство – это страшная вещь. Просто страшная. Еще раз акцент расставить правильно. Я хочу тут обязательно на этом заострить внимание. Не важно, что ты ешь. Важно, что ты при этом думаешь и как ты относишься к своим здоровьям. Это очень важно. Это первично. Но второе еще, что здесь необходимо, наверное, понимать, что происходит потом. Потому что, когда ты приводишь пример, что у тебя девочки падают, и при этом они продолжают сидеть на этой так называемой диете, это страшно. Где-то здравомыслие должно включаться. Но если ты падаешь, значит, что-то ты делаешь не так. Если у тебя что-то в жизни ухудшается, наверное, что-то в жизни ты делаешь не так. Ну, хотя бы с этой точки зрения. Потому что я встречал обратно, и таких тоже, конечно, встречал, и обратно встречал людей, которые особо, как ты вот говорят, не кричат о том, что я ем это и это. Его спрашивают, он отвечает. Не спрашивают, не отвечают. Ну, например, тот же наш знаменитый чемпион, вот мы с тобой до передачи говорили, Алексей Воевода. Ну, вот посмотрит на него, здоровый мужчина, крепкий, но он как-то мясо не употребляет, но он не кричит нигде об этом. Он питается просто, спросит его, скажет, а как вы кушаете? Он расскажет тебе свой рацион. И мы увидим, что у него рацион очень интересный. Там не травка, там есть много чего интересного. Его расскажут, а как вы занимаетесь? Он тоже об этом расскажет. Но он не бегает, не кричит, а ну-ка давайте, давайте там трендный прыжочек сейчас сделаем, сто раз отожмемся там или еще что-то. Всех не подгоняет. Он просто своим видом, своим примером показывает. Вот я здоровый человек. Хочешь быть таким же? Спросите, я расскажу. Его кого-то приглашают, он расскажет. Не приглашают, не рассказывают. А вот эти вот, про которых ты говоришь, многие, к сожалению, сами нездоровые, так они еще и других тоже в это втягивают. Это беда. Это реальная беда. Я сам скажу честно, я не употребляю мяса вообще никакого. Ну, вроде так, это здоровый мужчина, можете посмотреть на меня, как-то не страдаю ничем, но при этом я не подбегаю к каждому, не тормошу его, в глаза не смотрю, а ты что, мясо ешь до сих пор, да? Зачем это надо? Человек, я вижу, он здоровый, значит, есть у него к этому предназначение, значит, все хорошо. Если я чувствую, он болеет, я могу подойти и спросить, а что с тобой случилось? Может, какой-то там помочь чем-то? Но это уже тогда, когда есть какая-то необходимость в помощи. А тут начинается, как вот, ты правильно сказала, и сами себя гробим, и другие за собой тянем. Беда, беда. Да, это вот на самом деле тема такая, знаете, вот и тема вот этих вот постоянных новообразований, я называю, новообразования, когда появляется все новое и новые течения среди славянской культуры. Я смотрю на это, конечно, все. И вот, ну, если боги позволят и дадут сил достаточно, хочется все в одну кучку, конечно, собрать. Мы же опять все по кучкам разбились. Эти себя инглиистами называют, эти себя еще кем-то называют. Тут движение русской сказки, тут движение русской пляски, тут движение та-та-та, опять по кучкам, разбежались по кучкам и все в отдельных уголках сидят и играют. Этой серии, когда нас разделяют и властвуют, да, вот мы постоянно, ну, не мы, а многие часто из наших людей кричат о том, что нас разделили, там ля-ля-ля-ля-ля-ля, но при этом разделяются сами. Я говорю, так если вас разделили, ну, ты должен делать тогда наоборот, не то, как с тобой сделали, значит, объединяться надо, но что ж ты от своего товарища-то отворачиваешься, что ж ты от своего кровного брата отворачиваешься, ну, как же такое может быть? А он такой, он сякой, я говорю, стоп, а с чего ты взял? Тебе про него сказали такое, ты сам проверил это, ты сам убил, а ты что-то сделал, чтобы с ним соединиться, с ним подружиться? Нет, ну, тогда кто ты после этого? Вот это беда, вот я с собой абсолютно согласен, вот куда ни приди, вот по кучкам бегают, и причем кучки такие зловонные часто бывают, просто зловонные, потому что вот из этой кучки смердит, они друг на друга пальцем тычут из своей кучки, кричат, он те вот такие, а он те вот такие, а вот мы хорошие, да вы понюхайте, ребят, что от вас идет-то, кончайте, заканчивайте уже, пора объединяться, уже время пришло. Да, все равно, здесь, конечно, соратников не обойтись, здесь нужны, нужны, конечно, силы, потому что вот то, что должно стать вот единым движением, это, конечно, сейчас у меня такое ощущение, все-таки кристаллизация какая-то проходит, кто-то в движение приходит, это уходит, кто-то себя ищет, там не нашел, пошел туда, туда даже какой-то, знаете, такой какой-то котел сейчас, в котором все переваривается, переваривается, или можно даже, знаете, с песком, в котором есть золото, и вот когда ты вот промываешь этот песок, промываешь, и потом остаются вот эти вот крохи золота, они все равно должны остаться. Сейчас, наверное, все-таки кристаллизация какая-то происходит в обществе, вот именно в Суалянске. Ну, просыпается, да, здравомыслие местами просыпается, и это радует, потому что уже как-то фольклор, это было что-то в начале, вот эти фанатические какие-то выпады были больше в начале, когда все так в новизну было. Сейчас все-таки народ начинает как-то просыпаться, может быть, информации стало много, может быть, уже как-то просыщение произошло, и оттуда пошло, и отсюда, как-то уже вот начали посмотреть на друга, и как-то так вот, наверное, стали задумываться. А это очень здорово, и это очень важно, в том же направлении продолжайте. Давай еще вопросики почитаем, то время идет, вопрос у нас есть. Так, Сергей Токарев, вопрос в эфир. Велеслава, здравия, благодарю за творчество, люблю, струнки души трогает. В Кемерово гастроли планируете? Вот то, что касается гастролей. Смотрите, я приехала бы и в Кемерово, я бы приехала и в Тюмень, и в Бажнау, вот все, откуда пишут поклонники. Но дело в том, что я же сама свои гастроли не смогу устроить. А люди, которые находятся на местах, по всей видимости, считают невыгодными финансово проводить концерты, там, меня, еще каких-то артистов, которые именно в Славянске. Поэтому, что я вам предлагаю? Если вы хотите, чтобы артисты славянские ездили к вам на гастроли, и в Кемерово, и в Тюмень, мы никто не против. Золотых гор мы не просим. Мы просим, чтобы, конечно же, люди собрались, люди организовали зал, аппарат, чтобы встретили и так далее. Какое-то минимальное поощрение за все труды, которые делают музыканты, артисты, должно все-таки быть. Но для этого, видите, какая сейчас ситуация в стране, кризис, нам все время говорят, искусственный, но его создали. И никто не зовет артистов, артисты все сидят дома. Я редко выезжаю, но как-то раньше чаще выезжала. Сейчас, допустим, на ноябрь месяц, у меня только Красноярск и Новосибирск, если я не ошибаюсь, то есть в тех краях. Если это недалеко от Красноярска, Новосибирска, можно скооперироваться с этими организаторами, можно как-то... Ну, то есть, если вы хотите, чтобы славянские артисты жили, вы сами, люди, помогите славянским артистам быть. Если не вы, то кто славянских артистов поднимет? Вы думаете, что придет какой-то дядя, посмотрит, что это круто, это прекрасно, и возьмет, и поставит на сцену? Ошибаетесь. Вы, только вы можете помочь славянским артистам быть. Вот у нас есть только два шанса. Либо нас народ поддерживает, им и есть, либо народ говорит, а, ну, блин, мне некогда, у меня там это, денег нет, я лучше с интернета в МП3 скачаю, что диски-то идти покупать, он навалом этой музыки, слушай на здоровье. Что на концерт идти, вон, видео есть, я посмотрю в интернете. Тогда запомните, вот всеми этими движениями, вот этими всеми словами вы убиваете славянских артистов, вы их губите. Потому что мы делаем сейчас непосильное дело, мы не идем на поводу у попсы, никто из нас, вот я многих знаю славянских певцов и артистов, никто из нас не крутится по радио и по телевидению, да, центрально. Массы, миллионы о нас не знают. Но мы все равно держимся на плаву, мы получаем какие-то крохи за преподавание, может быть, где-то, за какие-то там выступления раз в три месяца. Но мы все равно держимся на плаву, мы ждем. Конечно же, нам некрасиво просить вас, а я вот сейчас возьму и от лица всех артистов, всех музыкантов, которые в славянстве, кто верен славянству, я вот за них, за всех попрошу вас. Будьте немножечко добросердеченны к нам, будьте ответственны за нас, потому что мы все-таки это те люди, которые, ну можно сказать, вызвали на себя внимание и огонь, потому что мы на виду. И только от вас зависит, будем мы на виду, или нас время сотрет, и ваше безразличие. Если вы три человека решили концерт сделать, конечно, у вас денег не хватит. А если у вас вообще не 15, и каждый скинется по 100 рублей, а если у вас 200 человек соберется, а если вы скоперируетесь в интернете, немножко поактивнее, хотите, чтобы к вам приехала Велислава, пожалуйста, пишите, как-то там собирайтесь и к вам приедет. Хотите, чтобы к вам приехал там Николай, соответственно, тоже у него есть свои, какие-то, он, наверное, единственный из нас артист, у которого уже есть концертный директор. Вот у меня концертного директора нет, мне он очень нужен, но нет такого человека. И вот сейчас пользуюсь тоже случаем, я надеюсь, слушают нас и музыкальные какие-то люди, которые с музыкой. Мне нужен концертный директор, очень нужен, потому что я не могу всеми делами заниматься сама и программы, сценарии писать, и записывать программы, и песни писать, и семинары проводить, еще и концерты сама себя устраивать. И так большинство артистов, все это от того, что мы сейчас очень слабо чувствуем вашу поддержку. Мы вас очень любим, мы ради вас на сцене, понимаете? Вот мы хотим, я понимаю, что люди не скажут. Люди не скажут, я имею в виду артисты, потому что это, знаете, как стыдно попросить помощи. Ты вроде лицо, все думают, что ты прекрасно, красиво живешь, что ты там в тереме обитаешь, а многие из нас крохи. Крохи получают, и на эти крохи существуют. Отрез себе там, на ткань отрез купил, и платьишко сшил, и вроде как ничего. Или там гитарочку, все деньги скупил, гитарочку он купил, и все думают, ты посмотри, какое у нее платье, как она выглядит, или ты посмотри, какая у него гитара. Да все у них хорошо, зашибись, они ездят по гастролингу. Не думайте, пожалуйста, не думайте. Берегите своих артистов, пожалуйста. Прямо крик души. Да, это именно так. Я потому что, ну, тоже ведь от творчества недалековато ушел, и этим долго занимался, и это все прекрасно знаю, и полностью, вот, все слова, прям, подчеркиваю, жирной линией. Именно так. И вообще, директор, перестань пить чай, иди занимайся уже, Велеслава, хорош тебе, давай, приходи, потому что, серьезно, дело такое, надо поддержать. Это к тем директорам, которые еще не поняли, кого надо поддерживать. Так, ладно, ладно, читаем дальше вопросы. Вопрос в эфир из двух вопросов от двух разных авторов. Собрал в один. Такой эксперимент провожу. Сейчас надо объединить старое с современным. Ты с этим согласна? Что старое, и что современное? Вы имеете в виду музыку? Вообще, образ жизни, скорее всего, музыку, что-то, какие-то взгляды, но вот что-то старое в современном соединить? Знаете как, на основе, на фундаменте предков, вот тех корневых знаний о морали, о ценностях, о всем, вот на этом фундаменте нужно идти дальше, нужно строить новое. Совершенно здесь согласна. Да, абсолютно. И тогда вторая часть вопросов. А что, по-твоему, нужно взять из современного? Поведай. ой. Ну, наверное, все новые технологии. Вот, вы знаете как, у меня муж, он очень любит новые технологии, нанотехнологии, он просто вот в этом всем, он такой, совершенно противоположный. Я динозавра, он у меня такой прогрессивный человек. И я вот долго не понимала, ну, что тебе вот это все нравится, как вот тут там предки. А потом я поняла, что, смотрите, если бы, допустим так, нет у нас христианства, живем мы тем же родовым строем, только развиваемся, эволюционируем, да, вперед, государство и так далее. Как вы думаете, мы лампочками бы пользовались, если бы их изобрели тоже наши соотечества? Пользовались. А еще чем-то, что, пользовались тем, чем пользовались? Да, пользовались, понимаете, пользовались. Не надо этим гнушаться. Просто смотрите, еще один такой момент. По поводу нарядов, да, вот платьишек и все. Не надо достоверно сейчас вот восстанавливать ту деревню, которая была там в 18-19 веке. Ну, так ходили раньше. Ну, нельзя войти в воду дважды. Я согласна с тем, что женщина красива и хороша в длинной юбке. Я просто обожаю длинные платья, вот просто обожаю их. И то, что там рукавчик у нее чуть-чуть должен быть прикрыт. Да, вот какие-то такие вещи, это мое мировоззрение. Ну, пусти ты по платью красивый славянский узор. Немножечко приталь, где-то поясочек, где-то там воротничок. И везде этот орнамент. Оставайтесь в традиции, ну, и будьте красивыми. Ну, не надо одевать вот это колокольное огромное, безразмерное это платье, потом еще по небу, платок. И что? Вы сами себе так нравитесь? Можно же все делать и с традицией, и красиво. Быть и в традиции, и быть при этом красивыми. И нести уже, нести уже в этом случае какую-то свою славянскую моду. и эту моду уже другим, так сказать, показывать. А может, кто из других народов заинтересуется именно нашей культурой. Понимаете? Так же и везде. Изобретаете вы там, не знаю, технику какую-то тоже. Ну, возьмите туда, запустите какой-то наш орнамент. Ну, вот пусть оно как память будет там. Но оно уже будет нести и смысловую нагрузку, и нагрузку, в которой эти все символы, они работают. Они все, так сказать, несут энергию определенную. Понимаете, о чем я говорю? Вот я согласен с тобой. Очень часто у нас люди говорят, мы наследники богов, предки наши, межзвезд летали. Я спрашиваю, хорошо, летали межзвезды, значит, у них были технологии, которые позволяли перемещаться в межзвезды. Представляете себе космический корабль? Причем не примитивный современный, не такой примитивный, а тот, который межзвезд может летать, потому что мы межзвезд пока летать не можем. Так это означает, что там было все и что-то получается. Вы ограничиваете себя какими-то булавами, мечами, шлемами, и вот на этом все это предел. И что, дальше у нас не было цивилизационных каких-то удобств, не было каких-то средств коммуникации, не было каких-то приборов очень интересных, важных, которые сейчас мы только-только к ним подходим. Вы что, хотите ограничить себя и убрать это все? Другое дело, что здесь написано было, что не во вред человеку и природе технологии должны быть. Вот это очень важно. То есть надо замещать вредные технологии на невредные, но они не должны быть примитивные с точки зрения убожества. Вот это надо убирать, да. Надо более правильные. Согласна. Нечего добыть, абсолютно согласна с этим. И тогда все станет из своей места. Так, хорошо, вопрос следующий. С этим разобрались. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. В наше время у многих представителей женского пола напрочь отсутствует или притуплено чувство материнства. Из моих собственных жизненных наблюдений знаю пример, когда женщина вела своего родного сына за руку ближе к проезжей части только потому, что ей было неудобно идти на каблуках по ремонтируемому тротуару. Так, дальше переходящих женщин через пешеходный переход с коляской и с ребенком не смотрящих по сторонам и так далее. Как у таких женщин реанимировать материнское чувство? От каких факторов зависит появление материнского инстинкта? Появляется ли он при рождении самой женщины? При ее воспитании отцом или от момента и условий зачатия своего чада? От энергетического всплеска любви? Чувств между мужчиной и женщиной? Или еще многие женщины сейчас рожают детей с их же слов для себя? Откуда истоки этого чудовищного потребительского отношения к своему чаду в современном обществе среди многих женщин? Благодарю. Олег из Иркутска. Хороший вопрос. Вот многие пункты, которые назвал Олег, с ними я согласна. Это очень зависит от того, как рожает женщина сама, своего ребенка. Это очень зависит, как ее воспитывали, в какой семье. Это очень зависит, в каком обществе она воспитывалась. Это опять вопрос образования. То, что касается отсутствия материнского инстинкта, к сожалению, я должна с ним согласиться. Да, у многих женщин он сейчас отсутствует. Но, смотрите, есть такая проблема у нас сейчас. Есть такая ситуация, что у женщин отсутствует материнский инстинкт. Это работа прежде всего двоих. Не накладывайте, не выкладывайте это все только на, не сваливайте это все только на свою женщину. А, у тебя отсутствует материнский инстинкт, а ты должна. Вот слово должна, замените словом, давай работать над этим вместе. Потому что, я же говорю, что женщина много может, чего может сама. Но, представьте, если вы все на нее свалите, вы опять получите вот этого полковника в юбке, которые у нас очень долго и в коммунистическое время были, женщины, которые тягали эти штанги и так далее, и так далее. Женщина по природе по своей, она, конечно, мать. И то, что мы сейчас видим, что женщины боятся рожать, что женщины не хотят рожать. И многие, смотрите, говорят так, что я буду плодить нищету. А есть такая древняя славянская мудрость, русская поговорка, кто как говорит, что Боженька деточку дал и на деточку даст. Совершенно согласна с этим. Вот честно, согласна. А если даже у тебя здоровье в этот момент, ну, не ахти какое, и здоровье тебе Боженька даст, все тебе он даст, потому что ты приводишь в этот мир душу. Другой момент, как рожают наши женщины. Действительно, родоспоможение сейчас у нас тяжелое. Надо все-таки добиваться того, чтобы не делать кесеровое сечение, если по медицинским показаниям это возможно. И перестаньте, мои хорошие, дома сейчас пока рожать. Я знаю кучу случаев среди своих славянских женщин, которые пытались рожать дома, и это заканчивалось слишком плачевно. Я своих деток рожала в роддоме. Первую доченьку я родила очень тяжело, и у меня был, конечно, колоссальный страх перед тем, что рожать. А сына я уже осознанно рожала, я сказала, что да, я буду рожать сына в больнице, но я до последнего буду сидеть вот дома, пока схваточки не начнутся, потом весело. Видите, настрой внутренний. Опять-таки, нам никто из мам не рассказывал, доченька, вот так нужно рожать, вот так надо тужиться, вот это вот надо перед этим делать, как себя во время беременности вести, как чувствовать, научиться своего ребенка, как ждать его, как готовиться к тому, что это будут бессонные ночи, как мужа подготовить к тому, что это будут бессонные ночи. Это работа двоих. У нас большая, знаете, в чем все-таки еще большой отложил отпечаток? Это все-таки колоссальное количество одиноких мам. И во время перестройки, и до перестроечного времени, ну и вот во время перестройки. Это колоссальное количество одиноких мам. Когда папы уже не выдерживали, когда вот этого развала, не было работы, отцы спивались, отцы уходили из семьи, отцы искали лучшие жизни, потому что морально они не выдерживали того, что творилось в 90-е годы, и уже целое поколение родилось вот у этих несчастных мам-одиночек. А, конечно, они не могут дать полноценного образования своим деткам, особенно и девочкам, и мальчикам, потому что, видя, как страдает мать, вот смотрите, мама-одиночка воспитывает девочку, она работает бесконечно, она в этой пахоте, потому что надо обеспечить, надо прожить. Эта девочка видит, как тяжело быть матерью, и у нее единственное чувство, я не буду такой, у меня не будет детей рано, я не буду рожать без мужа, но проходит какое-то время, она взрослеет, она влюбляется, и у нее начинает тоже что-то не ладится с мужчиной, и она практически начинает повторять сценарий, от которого бежала, потому что подсознательно женщина копирует поведение матери, а мальчик копирует поведение отца, а с мальчиками какая ситуация, родился мальчик у женщины одиночки, у матери одиночки, а что он видит, он перенимает женские качества, ему нужен пример, обязательно пример нужен, он или от отца пример будет брать, или от деда пример будет брать, или от брата хотя бы пример, ему обязательно нужен мужской пример, поэтому вот если сейчас кто-то нас слушает мать-одиночка, у кого маленький ребенок, девочки, надо найти наставника, надо найти человека, который будет давать духовное образование вашему ребенку, это обязательно, отдайте в какую-то спортивную школу, секцию, если есть возможность, если есть братья, которые хорошие, и вы любите, доверяете, попросите братьев своих старших, чтобы или младших, чтобы они пообщались с вашим ребенком, вашего папу, попросите, чтобы он поделился своими премудростями с ребенком, это обязательно надо, обязательно надо делать, иначе мальчик получит женское воспитание, а это капризные мужчины, а капризный мужчина это беда для семьи, вот, тема, конечно, вы знаете, вот тема, от которой душа болит, и который тоже, и посмотрите, какую бы мы тему сейчас с вами не взяли, на какие вопросы мы с вами сейчас не отвечали, мы все время сталкиваемся с чем? С тем, что все это касается образования, с того, с чего мы начали. Да, в общем, куда ни кинь, везде пока клина, ну что ж, вылезать нам самим, никто нас не вытащит, счастливое будущее, только сами, только сами, через осознание. Руки мы не опускаем, мы живем дальше, мы живем здесь и сейчас, это ошибочное мнение, что завтра, послезавтра, через 10 лет мир изменится, люди изменятся, и нам станет лучше, мы станем лучше жить, не знаю, нас лучше государство будет обеспечивать, никто нас не будет обеспечивать, не станет жизнь лучше через 10 лет, если вы здесь и сейчас, в данный момент, в данную минуту, в данном городе, в данной квартире, сами над собой не начнете работать. То есть, хочешь сделать, чтобы завтра было светлое и хорошее, делай его сейчас. И еще, ты правильно когда говорила в самом начале, сказал, что патриотизм сейчас пытается какое-то ложное очень часто в нас засовывать. Я всегда поражаюсь вот этому квасному пивному патриотизму, когда люди сидят на трибунах, такие мужики с пузанами и кричат «Оле-Оле-Оле», там «Россия вперед» и так далее. Но что от этого России лучше? Ну, конкретно, ты своим пузом, выпив пиво, что сделал конкретно для России лучше? Может быть, ты сам мячик пошел гонять? Может быть, ты шайбу там забиваешь? Может быть, ты 10 кубометров дров напилил в конце концов, бабушке помог или кому-то еще? Что твое «Оле-Оле» сделало для России, для Руси, для наших родов? Ну что? Ничего. Тогда для чего ты сидишь и горлопанишь? Почему ты ходишь и трясешь нашим флагом или там, неважно, не нашим, любым славянским флагом и кричишь, что ты патриот? Да ты не патриот. Ты вот... Дальше слово, которое там... Пи... Ну ладно, продолжаем разговор, как говорится. Здесь требуют песню, но мне не хочется на песни сейчас тратить время. Давайте лучше поставлю подряд песен 5 в конце. Вот послушайте песни. А сейчас мы лучше поговорим, пока есть такая возможность. Так, вопрос. Да, Владимир измытич. Что? Так как есть телефон, а может телефон как... Ну вот, вдруг сесть и вот как раз нам еще, я думаю, мы с вами поговорим. А потом в конце уже песни Потому что нить уже не хочет сорвать разговор Да, хорошо сидим, как говорится Вопрос в эфир, Владимир Азиматиевич Вереслава, вот у меня всегда есть Перечень дел, которые нужно сделать прямо сейчас Хоть разорвись Семья требует Расскажи, пожалуйста, что и как я Обычный человек из пригорода Могу сделать, чтобы исправить какую-то ситуацию Которую вообще не понимаю И приоритет, который С мужской точки зрения Потенциально минимален О как Да, такой вопрос А вот он отличается, что он задает Правильные вопросы, но очень умными словами Читаю и завидую, что у нас Такие радиослушатели умные Да, смотрите, к сожалению Опять-таки Это проблема сейчас У многих людей, кто живет В пригороде, в городе Кто живет вот в таком интенсивном Ритме Зачастую Мы за тем Что зарабатываем деньги на жизнь Выживаем Мы вообще не видим своего пути Мы не видим, куда мы идем Мы не можем остановиться Потому что еще чуть-чуть И кажется, ну вот сейчас я вот заработаю на квартиру Вот сейчас на машину Вот потом еще на обучение детям И потом я начну заниматься собой И потом никогда не настаёт Мы так все Посмотрите, посмотрите У нас сейчас главное заболевание всех людей Это усталость Но усталость не во благо Когда ты натрудился как следует И отдыхаешь Да, вот с такой приятной усталостью С того, что ты сделал то, что тебе нравится А усталость от того, что да когда же это все заполнится Да, вот такая вот усталость Как расставить приоритеты Я думаю, что Александр, да? Александр? Александр, я думаю, что Вот если бы мне задали вопрос Владимир Изматищ Володя Изматищ Владимир Вот если бы мне задали вопрос Как я расставляю приоритеты Я бы ему могла ответить А как Владимиру Изматищ Ответить Как ему приоритеты расставить Я думаю, что здесь нужно По меньшей мере Личное общение Я абстрактно так не могу сказать Знать надо ситуацию В которой Владимир находится И как ему в этой ситуации Расставлять приоритеты Здесь одним словом Ты не ответишь Я не возьму на себя такой ответ Соответственно, сейчас вам сказать А вот делайте так, так, так И все у вас будет зашибись Здесь нужно понимать Сонастроиться с человеком Понимаете? Это уже работа с человеком Это уже немножко другая ситуация Потому что мы все находимся На определенных волнах Мы все находимся В определенных планах И вот чтобы мне, допустим Когда я занимаюсь с ученицами Первый урок она приходит Я ее прощупываю энергетически Я смотрю, как с человеком заниматься Какой у нее подход в этой жизни Какие у нее стороны И так далее И после этого я начинаю уже Выстраивать под нее Конкретный план занятий Потому что мы все разные Тут точно так же и с жизненными Приоритетами, понимаете? Я могу сказать Стандартными фразами Из каких-то там умных книжек Но это не сделает Владимира счастливых Вот в чем дело Здесь только при личной беседе Можно выяснить Что и как Человек в каком направлении Дальше А вообще Когда приходит Кто-то говорит Ну с чего начать? Ему всегда говорят Ну начинай с главного То же самое здесь Хочешь расставить приоритеты? Ставь приоритет главный В главу угла И все Тогда будет хорошо А вот что для тебя главное Вот тут, наверное, уже да Тут, Селеслава, я согласен Абсолютно полностью Нельзя так просто Тебе посоветовать Не зная тебя самого Хорошо Дальше Я Гриша Задает вопрос Но сначала хочу реплику Прочитать Он сказал Что как же я понимаю Как же я понимаю тебя Диски стараюсь покупать Или Жертвовать деньги На кошельки И вот теперь вопрос от него Здравия, Вереслава Низкий поклон Вам за ваше творчество Интересует ваше мнение По поводу жанра Фолк, метал, музыки Есть несколько Интересных групп Таких как Аркона, Грай Дальше Гельдрун Если я правильно прочитал Нравятся ихнии тексты И музыка Но считаю Что металл Составляющая в их песнях Лишняя Каждая Чужая Вопрос в следующем Насколько по-вашему Опасна для психики Такая музыка Благодарю Я Гриша Насколько она опасна Ну вот давайте Сейчас частот коснемся Все-таки Вот эти низкие частоты Там зачастую Очень низкие частоты Используются Это частоты На которых Вибрирует земля Недра земли Недра земли Это вот Весь подземный мир И так далее Насколько они опасны Знаете Чем они опасны Чрезмерное заземление Ну если кто Энергетикой занимается Они меня поймут Это чрезмерное Заземление Человек Он не то Чтобы тупеет Он черствеет Он черствеет И при этом Его высокие А нам ближе Конечно Мы на земле Живем Нам к земле Ближе Нас так к ней Все время Прибивает Столб атмосферного Давления А вот Высокие частоты В этом плане Они гасятся Такая музыка Почему Во-первых Такую музыку Любят молодежь Потому что Ярь Вот эта Внутренняя ярь Она тоже Земное проявление Определенное Земное проявление И оно Как бы Откликается У молодежи Это выплеск Определенной Адреналина Это выплеск Эмоций Каких-то Пошел Как у меня Знакомый Подрыгался Под эту музыку И спокойно Говорит Ну вот Понимаете Это определенный Выплеск Я не могу Сказать Что Категорически Ребята Не слушайте Такую музыку Она опасна Вы поймете Все что создается Оно для чего-то Создается И уж лучше Что под такую музыку Молодой человек Которого Я так абстрактно Говорю Лучше уж Если молодой человек Пойдет и подрыгается Под такую музыку Послеймится Как это называется На языке Металла Когда его там Бросила Не знаю Любимая девушка Нежели он Сойдет с ума Или начнет Пойдет Пить водку Это все равно Тогда и лучше Вот в этом случае Но не надо Забывать о том Что делаю Время Потехи Час Если эту музыку Можно отнести К потешной Потому что Все равно Эти ритмы Разогревают тебя Там трясешься Весь Там дрыгаешься То не надо Забывать о работе Над душой Если ты слушаешь Такую музыку Ну слушай На здоровье Да Там потрясись Разомнись Но не надо Забывать Что постоянно Жить в такой музыке Это значит Расплющиться Это значит Начало деградации И потом Слишком громкая музыка И слишком низкие частоты Чисто на физическом уровне Они Ну Плохо влияют Честно говоря На клетки ДНК Особенно У женщин Как ни странно Поэтому Либо вы компенсируете Это какими-то Практиками Духовными Классической музыкой Духовной музыкой Либо Ну ограничивайте себя Потому что Это тоже может затянуть Вот это вот Бесконечное Слушание Вот этот адреналин Вырабатывание Этого бесконечного Адреналина Это тоже затягивает Как любой Наркотик Там не надо Работать над душой Вот в чем дело Если любая Духовная Классическая музыка Она уже работает На уровне души Она уже работает С вашими Высокими вибрациями Высокими сферами То вот эта музыка Она Все-таки Низкочастотная Хотя Я могу сказать Что она бывает И красивая Она бывает И трогает И все И она тоже Нужна Нельзя отвергать Эту музыку Это вот мое мнение Я ответила на вопрос? Это мы спросим У того, кто задал вопрос Я Гриша Ответь ли тебе на вопрос? Давай дальше Еще три вопроса Я здесь отметил И написал Что больше вопросов Не принимаем Чтобы не затягивать эфир Лучше еще раз встретимся И посидим за чайком Поговорим лотком Так, вопрос Вадима из Калининграда Чувствую так Прийти сейчас В твой город камешек Зачем трогать тему Которую не изучили? Сыроедство Дорого только Дорого только Первые полтора-два года Пока флора меняется Идет набор витаминов Чистка У женского пола Перестает идти Потому что Чистому организму Не надо чиститься Вопрос Какая пища полезнее Кислая и щелочная? Ну это больше не вопрос Мне кажется Это больше так реплика Но Вопрос может свести к тому Какая вообще пища полезнее Кислая или щелочная? Вы знаете Я вот Когда услышала Что чистому организму Не нужен цикл Женский Не, не Чистится Чистка Вот это Я уже не хочу отвечать Потому что Это не я Не знаю вопроса Это человек Который написал Которому задурили мозг И который считает Что женщина Без Извините И все Все своими именами Без менструального цикла Женщина стареет Запомните это Она сразу Начинает стареть Так устроен Женский организм И если Какой-то Гуру В скобках Сказал Что женщине Не нужен этот цикл То Извините Я даже отвечать На этот вопрос Не буду Здесь уже Это уже Из разряда Неадекватности Следующий вопрос От Владимира Изматижи Велеслава Бывают в жизни Моменты Когда человек Незапно для себя Делает какое-либо Удивительное открытие Какое у тебя было Последнее открытие Ой Если честно Я вот последнее время Все время Что-то открываю Потому что Вот когда занялась Этими семинарами Вебинарами Тренингами Я так в это влилась Что мне захотелось Там Двигаться дальше И дальше Концерты Это клево Я обожаю концерты Но это оказалось Тоже настолько увлекательным Это такая Постоянная работа Над собой Вы понимаете Я допустим Вам скажу Что В силу того Что ребеночек У меня маленький Я Гуляю с ним Да И мне Очень нравится Гулять с ребенком Именно вот уже Перед закатом Солнце И вот мы идем С площадки Нагулялись И просто идем Я говорю Давай еще кружочек Давай еще кружочек Идем И вот это вот Когда ты идешь И он молчит И ты молчишь И вот это вот состояние Особенно уже не жарко И ты идешь И тебе начинают идти Какие-то мысли Ты начинаешь Что-то осознавать И В это время Во время Такой Прогулочной Медитации Медитации В движении Очень много приходит Интересных мыслей Но Поделюсь таким Случаем Из своей жизни Тоже недавно Он произошел Меня пригласили Выступить На одном из фестивалей И Как говорится Что-то пошло не так Люди Которые Организаторы Кто приглашал Не буду называть Ни имен Как говорится Ни пароль И ни явок Это ни к чему Они поступили Ну не совсем Корректно Не совсем По-честному И я была Очень расстроена После этого Да То есть Выжата Как лимон И вообще Ну в общем-то Меня как-то так Вот Ну обмарнули Я ехала домой Конечно На машине На электричке На переполненной И меня переполняло Чувство гнева Вот знаете Вот такой Невыговоренности Какой-то Ну как же так Ну почему Ну зачем так Не за что А зачем так поступать Потому что Мы-то всегда Меряем людей По себе По своей честности По своим А тут Ты столкнулся Немножко с другим И на следующее утро Я или приехала Легла спать Чтобы это Я не высказала Никому эмоции И я проснулась Утром От того Что у меня Свело горло Вот в прямом смысле Слова Не боль Не заболело Горло А мышцы В горле Все просто Аж скрутило Как будто Меня душили 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 И не додушили Так вот Я Так прям Немножко Перепугалась Думаю Что это такое И поняла Что это конечно Не выговоренность Это конечно Вот эта вот Обида Которая По моей Оплошности Я ее допустила Внутри Потому что Пошел в ней Вперед Ты уже не думаешь Да Как часто бывает И я опять-таки Был дождь Я помню Мне нужно было Куда-то пройти И я решила Пойти пешком Под зонтиком В резиновых сапогах И подумать Ну чтобы побыть Так с собой наедине Подумать Поэндитировать Поразмышлять Что произошло И во время хождения Да не помню Уже что-то быстро Там или на десятой Или на двадцатой Минуте Где-то Вот примерно Вот так Я понимаю Что начинает По мне Идти информация Что Вот это состояние Которое со мной Произошло Это полностью Собственно Моя вина Что я не смогла Принять к сведению Что хотели Мне сказать Этим боги Чему научили Они меня этим Хорошо Я это поняла Хорошо Озарение И потом Дальше Я задаю Своей душе Такой вопрос Душа моя А как лечиться будем И тоже Внутренний Ответ Сразу пошел Мы будем Мы будем С тобой Проводить Практику Освобождение От иллюзий И родилась Практика Я проделала Эту практику Пришла домой Как-то знаете Как будто Килограмм десять Сбросила С себя Во-первых Рассказала же Вот быстро Я язык с зубами Держится Рассказала Мужу Быстро Ее записала Потому что Думаю В это время Еще горло болело И ложусь спать На следующее утро Я просыпаюсь Нет Ничего От того Что было У меня Больше Никаких Признаков Того Как скрутило И как мне было Даже больно Говорить Уже не осталось Так что Я Я больше чем уверена Это может Каждый человек Если он будет Прислушиваться К себе Он начнет Слушать свою душу Он начнет Погружаться Внутрь Себя И вот Эту практику Я обязательно записала И раз она рабочая И она настолько Знаете Она вдохновила Меня На обучение Дали Вот именно Самообучение И Сами с собой Ушли обиды Сами с собой Ушла боль И сама с собой Вот как оно Как растворилось Вот этот гнев Тоже ушел Я уже забыла Про эту ситуацию И как бы И не то что там А ну и ладно Нет Все Все Это рассеялось Проделав эту практику И вот эту практику Мы тоже будем делать На женском семинаре Потому что Очень хорошо Вот опять-таки Повторюсь Во время затмений Коридора Затмений Чиститься Именно Освобождаться От иллюзии И вообще Многие Запугивают Особенно Ведические Астрологи Вот надо быть Вообще Предельно Осторожным Вообще Ни шаг Ни вправо Ни влево Не начинайте Ничего А почему Никто не говорит Что друзья Мои Ура Мы можем Использовать Это время Для того Чтобы Себе Во благо Для того Чтобы По-настоящему Почиститься Прочистить себя По-настоящему Избавиться От ненужных вещей И помощь нам Как раз таки Коридор Хорошо Да Хорошо Сказал Кстати Я Гриша Написал Да-да Хорошо Ответил Все здорово Все отлично И еще один вопрос Но прежде чем Его задать Я тоже От себя Хочу сказать Что Если что-то В этом мире Есть Оно для чего-то Нужно Вот умеете Вы это использовать Или не умеете Вот в чем вопрос И если вы Не умеете Использовать И это Причисляете К плохому Это ваши Проблемы Вот становитесь Ведущим Человеком И учитесь Использовать Все что есть Во благо Себя Во благо Своего рода Во благо Своей семьи Общества Державы И тогда Все будет На своих местах Иначе Вы просто будете Нытиком Очередным Которых сейчас И так навалом Которые ходят Вот Перестаньте Уберите Слюни Давайте так Соберемся И начнем Наконец-то Становиться Славянами Вот как оно Должно быть По природному Нашему представению По нашей генетике По нашим родам То есть Ведать Что мы делаем Для чего мы здесь нужны И для чего все В этой жизни нужно Дальше Вопрос эфира От Олега Из Иркутской Есть известное Мудрое выражение Часто звучащее В славянском мире Пропускай информацию Через сердце Если получаешь Отклик То используй в жизни Но есть такое же Выражение в народе Есть другое выражение В народе В сердцах Сердиться Осерчал То есть Необдуманные действия Сгоряча В разных жизненных ситуациях На какие жизненные основы Ощущения Веяния Души Духа Или еще чего Чего делать Современнославянам Ставку При создании Семейного союза И воплощении Атмосферы Любви Лада И гармонии Внутри домашнего чага Благодарю Олег из Иркутска Ну смотрите Я могу опять-таки Делиться только По собственному Опыту правильно Я не могу Вернее могу Но не хочу Говорить умными фразами Из книжек Из семинаров Я привыкла Все как Первый испытатель Как пионер Проходить на себе Если это Прошло Если Через меня Если это мне помогло Если я В этом Все Осознала Значит Есть вариант Что кому-то Это тоже поможет Не по Книжкам А по жизни Так вот По жизни Я вам могу сказать одно Что мужчинам Что женщинам Одно и то же Как выбирать Там Себе Супруга Или супругу При первой встрече Когда вы встречаетесь Вы должны Четко Запомнить Ощущения От этого Человека Так называемая Золотая Средина Когда вас Не трясет От нее Или от него Ну то есть Прям Я не могу Он сам Вот этого Нету Такого Тряски И когда вам Не скучно И вы Не зеваете А знаете Ощущение Когда вы можете Смотреть Друг на друга Даже не разговаривая И у каждого В груди Будет Тепло Ощущение Тепла И солнца Вот эта Золотая Средина Когда просто Ты счастлив Что человек Существует Что ты просто Счастлив От того Что вот Он такой Единственный Есть на этом Свете И не важно Сложится у вас Что-то Или нет Вот только При этом Состоянии Значит Вы готовы Пустить его В свою жизнь И он Откликнется В вашем сердце А вы Откликнете С его сердцем Если есть Такое ощущение То это Вот та Золотая Прекрасная Средина К сожалению Таких Моментов В нашей жизни Бывает Наверное Один раз В жизни Ну кому Повезет Два А все Остальное Это Либо Хочу 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 Зачем Сам Не знаю Или Сама Не знаю Хочу 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 Потому что Надо Потому что Так Принято Или же Ну не хочу Но надо Вот этого Не должно быть И после встречи Когда вы уже поняли Что тепло В вашей душе Сохранилось Вы Как-то С теплом Об этом человеке Думаете У вас нету Первоначально Какого-то Сексуального Импульса А вам Вот просто Хорошо От того Что Вспомните Себя В детстве Когда Вы даже Слово Такого Не знали Сексуальность Вспомните Когда В детстве Вы хотели Играть Мальчик С той Или Иной Девочкой Вы не понимали Почему Но именно В ее Обществе И кисель Сладкий И игрушки Хороши И просто Хорошо Что она Рядом Идет По улице И в советское Время Пели В песнях Именно Об этом Чувстве Вот что Гляну на тебя И хорошо Вот просто Глянул и хорошо Не бьюсь В истерике Не страдаю А хорошо Это относится И к женщинам И к мужчинам Вот Если почувствовали Что внутри Именно такое чувство У вас зародилось Тогда да Тогда стоит Продолжать отношения Но все равно Нужно быть готовым Что семейная жизнь Это Ой Не поле перейти И трудиться Придется В том плане Что и жена Вас будет Чему-то учить Своими поступками И муж Будет вас Учить Своими поступками И от иллюзий Будете друг друга Избавлять Путь долгий Путь интересный И местами Очень такой Тернистый Ну если Вы любите Друг друга Если это чувство Тепла Внутри души У вас есть То ничего страшного Все пройдете Все будет хорошо Хорошо Давай еще раз Напомним Что 21 августа У тебя Ожидается Вебинар И надо рассказать А как на него Попасть-то Ну чтобы попасть Я хочу сказать Что этот вебинар У меня будет Именно женский Там я буду Заниматься Именно женщинами Общий Такой вебинар Именно Кажем так Родовой Я буду делать Уже гораздо позже Я не чаще Чем раз в месяц Провожу Потому что Мне все-таки Нужно собраться Мне нужно Это все осмыслить Я не люблю делать Абы как И абы что После солнцестояния Я уже буду делать Вебинар О том Как привлекаем Удачу В свою жизнь Благородие И так далее А сейчас я буду Заниматься Именно женщинами Если женщины нас слушают Вопросы одни мужчины Кстати задавали Если женщины нас слушают То я приглашаю На вебинар 21 числа Вы можете зайти Ко мне Найти меня Вконтакте Я знаю Что я есть Ой Как это называется Другая сеть Такая тоже В фейсбуке Одноклассники В фейсбуке Я не знаю Одноклассников У меня нет В фейсбуке Кто-то есть Кто ведет Мою группу Моя помощница И она вам ответит И перенаправит Если вы в фейсбуке А так В одноклассниках Заходите Ищите Велиславу Захарову Пишите Если вы решили Попасть на вебинар Для меня Там уже мало Нужно подготовиться Будет И Милости Прошу Вконтакте Все-таки вконтакте Или в одноклассниках Не-не-не Вконтакте Вконтакте Потому что Сказала в одноклассниках Я так удивился Потому что Вконтакте Я знаю Это есть Вконтакте Я есть Я единственная сеть В которой я есть На будущее Если в фейсбуке В фейсбуке Есть моя помощница Которая ведет Там группы А странички У меня По-моему Нет Не знаю Если создавала То тоже Я туда не захожу Я только вконтакте И то времени Не хватает И у меня есть канал На ютубе Но это уже Канал там Смотреть Там выходят Программы Постоянно Где-то клипы Выступления Все там Там Много информации Оно Хорошо Ну еще иногда Мы в новостях Тоже Рассказываем О том Что происходит В славянском мире Куда можно сходить Что можно послушать Где можно Разуму набраться И в частности Вот про Велеславу Тоже упоминаем Так что Следите За новостями Как говорится И будет вам Счастье Несколько реплик Благодарю Велеславу За теплую И душевную беседу Придите еще Будем ждать Благодарю Велеславу За эфир За урок Здравомыслия Велеслава Есть самая настоящая Велеслава Велеслава Твоя добрая энергетика И приятнейший Большим буквами Приятнейший Женский голос Чувствуется даже В Иркутске Какая-то громкая Приходи еще В эфир И вещай Мудрость Большими буквами Велеса Большими буквами Славянам С большой буквы Вот так вот Здорово Я вас очень благодарю Что вы слушали И прям Подожди У нас в конце Давай так У нас в конце Есть такая традиция Мы, конечно, в баню не ходим Но есть такая традиция Что тот, кто что-то рассказывал Желает тем, кто это слушал Вот у тебя теперь есть возможность Вот то, что ты хотела сказать Сказать Говори Я хочу поблагодарить Что меня слушали Я хочу поблагодарить Алексея За то, что ты меня пригласил Именно в прямой эфир Я обожаю прямые эфиры Потому что это необыкновенное состояние Состояние вдохновения И того, что Каждое твое слово Это вот оно такое Вот как родник Течет И больше такого не повторится Нельзя вырезать Нельзя смонтировать Это так ценно Когда ты работаешь в прямом эфире Я очень тоже хочу Когда-то начать работать В прямом эфире Это моя заветная мечта И работать именно Может быть С видеоживыми эфирами Вот И я хочу пожелать Всем и женщинам И мужчинам Которые слушали меня Чтобы они Все-таки начали верить в себя Все наши беды От того, что мы себе не верим Мы себе не доверяем Мы не верим в то, что мы потомки богов Мы просто об этом говорим А если вы поверите в то, что вы потомки богов Поверьте, по-другому все будет Все, что есть Лучшего Все лучшие качества Божественные Все они есть в вас Ну есть, конечно, и отрицательные Это куда, как говорится, дорожка заведет Но все есть в вас В вас есть сила В вас есть энергетика В вас есть такое колоссальное чувство Любви к этому миру О котором вы сами еще не догадываетесь Поэтому я желаю вам всем Не просто счастья Не просто любви Не просто здравомыслия Я желаю вам, чтобы вы все Увидели, услышали И поверили в себя И тут зал взрывается Бурными продолжительными аплодисментами Все скандируют Благодарим за эфир Вот я сейчас читаю Вот хлопки представляете Так скандируют Благодарим за эфир Благодарю за эфир Приходите к нам еще Благодарю Велеславу за душевный эфир Здравите добра и радости Это вот все Это вот Благодарю за интересный, приятный, ладный эфир Всего доброго, всех благ И вот это все под хлопки стоя Причем стоя аплодируют Ну что ж После этого как-то от себя Что-то добавлять вообще Нет смысла Потому что все уже сказано И как-то Жалкую пародию На пожелания Наверное уже не хочется исполнять Напоминаю, что Как закончится эфир Вы послушаете подряд Несколько песен В исполнении Велеслава Причем те песни Которые она сама одобрила До эфира А не просто те Которые я так от балды Вот решил поставить А вам я напоминаю Что сегодня у нас был Пока еще, правда, есть 18 августа 2016 года Четверг По одному из современных календарей По одному из старинных Восьмой день Месяца завершения 7500 до 4 лета Пятница А мы говорили про роль Женщины в современном обществе Велеслава Захарова Была у нас Как автор Ведущая И, в общем-то, все Я с вами прощаюсь Желаю вам всего самого-самого доброго До новых встреч Услышимся Народная славянская радио Все нужно Все важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok